I call on the chief prosecutor for the Union of Soviet Socialist Republics. В течение девяти месяцев самому тщательному, детальному исследованию были подвергнуты все обстоятельства дела, все доказательства, представленные суду обвинением и защитой. Ни одно деяние, вменявшееся в вину подсудимым, не осталось без проверки. Ни одно обстоятельство, имевшее значение, не было упущено при рассмотрении дела. Впервые в истории преступники против человечества несут ответственность за свои преступления перед международным уголовным судом. Впервые народы судят тех, кто обильно залил кровью обширнейшее пространство Земли, кто уничтожил миллионы невинных людей, разрушал культурные ценности, ввёл в систему убийства, истязания, истребления стариков, женщин и детей, кто заявлял дикую претензию на господство над миром и ввёрт мир в пучину невиданных бедствий. Да, такой судебный процесс впервые проводится в истории правосудия. Судит суд, созданный миролюбивыми и свободолюбивыми странами, выражающими болю и защищающими интересы всего прогрессивного человечества, которое не хочет повторения бедствий, которое не допустит, чтобы шайка преступников безнаказанно готовила порабощение народов и истребление людей, а потом осуществляла свой изуверский план. Человечество призывает к ответу преступников, и от его лица мы, обвинители, обвиняем в этом процессе. И как жалки попытки оспорить право человечества судить врагов человечества, как несостоятельны попытки лишить народы право корать тех, кто сделал своей целью порабощение и истребление народов, и эту преступную цель много лет подряд осуществляли преступными средствами. Настоящий процесс проводится таким образом, что подсудимым, обвиняемым в тягчайших преступлениях были представлены все возможности защиты, все необходимые законные гарантии. В своей стране, стоя у руля правления, подсудимые уничтожили все законные формы правосудия, отбросили все усвоенные культурным человечеством принципы судопроизводства. Но их самих судит Международный суд с соблюдением всех правовых гарантий, с обеспечением подсудимым всех законных возможностей для защиты. Мы подводим сейчас итоги судебного следствия, делаем выводы из рассмотренных на суде доказательств, взвешиваем все данные, на которых основано обвинение. Мы спрашиваем, подтвердилось ли на суде предъявленное подсудимым обвинение, доказана ли их вина? На этот вопрос можно дать только один ответ. Судебное следствие полностью подтвердило обвинение. Мы уменяем подсудимым в вину только то, что на суде доказано с полной несомненностью и достоверностью. А доказаны все чудовищные преступления, которые в течение многих лет подготовляла банда оголтелых преступников, захвативших в Германии государственную власть, и в течение многих лет их осуществляла, не считаясь ни с принципами права, ни с элементарными нормами человеческой морали. Эти преступления доказаны, их опровергнуть не могли, ни показания подсудимых, ни доводы защиты. Их опровергнуть и нельзя, потому что нельзя опровергнуть истину, а именно истина является прочным результатом настоящего процесса, надежным итогом наших длительных и упорных усилий. Обвинение доказано во всех его элементах. Доказано, что существовал общий план или заговор, в котором принимали участие подсудимые для подготовки агрессивных войн, нарушающих нормы международного права, для порабощения и истребления народа. Наличие такого плана или заговора является несомненным, как несомненно является руководящая роль в нем подсудимых по этому делу. В этой части обвинение подтверждено всеми данными судебного следствия, бесспорными документами, показаниями свидетелей и самих подсудимых. Вся деятельность подсудимых была направлена к подготовке и развязыванию агрессивных войн. Вся их так называемая идеологическая работа заключалась в культивировании зверских инстинктов, во внедрении в сознание немецкого народа нелепой идеи расового превосходства и практических задач уничтожения и порабощения людей неполноценных рас, представлявших якобы лишь удобрение для произрастания рас и господ. Их идеологическая работа заключалась к призывам, к убийствам, грабежам, разрушению культуры, истреблению людей. Подсудимые готовились к этим преступлениям давно, а затем их осуществляли, нападая на другие страны, зафатывая чужие территории, истребляя людей. Когда же возник этот план или заговор? Конечно, установить точную дату, день и час, когда подсудимые договорились совершить свои преступления, вряд ли возможно. Мы не можем и не будем основывать свои выводы и утверждения на догадках и предположениях. Но с полной несомненностью следует считать установками, что с того момента, когда фашисты захватили в Германии государственную власть, они приступили к реализации своих преступных планов, они использовали власть для подготовки агрессивной войны. Вся деятельность подсудимых была направлена к подготовке Германии к войне. Пакт вооружений и перестройки экономики для целей войны совершенно бесспорен. Он установлен документально, его признают подсудимые. Спрашивается, к какой же войне подсудимые стали готовиться сразу после захвата власти? Неужели к оборонительной войне? Ведь никто не собирался на Германии нападать. Ни у кого не было такой цели. По-моему, и не могло ее быть. Если Германия готовилась не к оборонительной войне, то поскольку факт подготовки к войне установлен, ясно, что она готовилась к войне агрессивной. Такова логика фактов и таковы факты. Германия начала и развязала ту самую войну, которую она подготовляла и в 37-39 годах произошло то, что подготовлялось в 1933 году. Отсюда вывод. План или заговор существовал по крайней мере с 1933 года. То есть с того момента, когда фашисты захватили государственную власть и использовали ее для своих преступных целей. Это факты. А слова подсудимых, произнесенные ими тогда, когда они не предполагали, что будут подсудимыми, только подтверждают эти факты. Достаточно указать на выступления шахта, группа и других о том, как готовилось фашистское правительство к войне и как этой цели подчинили все области политической и экономической жизни. Я считаю доказанным обвинение подсудимым в том, что в 1933 году, когда гитлеровцы захватили власть в Германии, они разработали план или заговор, включающий совершение преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности. Судебным следствием полностью доказано совершение преступлений подсудимыми против мира, заключающихся в планировании подготовки, развязывании и ведении агрессивных войн, в нарушении международных договоров, соглашений и обязательств. Здесь самые факты говорят за себя. Это те войны, которые повлекли невыданные жертвы, опустошения и агрессивный характер которых установлен с несомненностью. Вина подсудимых в совершении преступлений против мира полностью доказано. Доказано полностью обвинение в совершении военных преступлений, заключающихся в ведении войны методами, противоречащими законам и обычаям войны. Ни подсудимые, ни их защитники ничего не могли возразить против самых фактов совершения таких преступлений. Все, что они могли сказать по этому поводу, это то, что подсудимые сами непосредственно не совершали этих зверств. Уничтожение людей в душегубках и концентрационных лагерях. Своими руками не истребляли евреев и даже не знали отдельных подобных фактов. А что эти факты были, против этого не спорят и подсудимых. Подсудимые признают эти факты. Бесплодный способ защиты. Конечно, подсудимые, занимавшие высшие руководящие посты в гитлеровской Германии не было никакой нужды самим своими руками расстреливать, вешать, тушить, замораживать живых людей в виде экспериментов. Это делали по их указаниям их подчиненные, палачи, выполнявшие, так сказать, черную работу. А подсудимым нужно было только давать приказания, исполнявшиеся без трекословано. Поэтому безнадежна попытка подсудимых разорвать свою связь с этими палачанами, отгородиться от них. Эта связь несомненно и бесспорна. И если комендант Освенцима Рудольф Гесс вырывал золотые зубы у мертвецов, то имперский министр Вальтер Фунг открывал для хранения этих золотых зубов специальные сейфи в подвалах имперского банжа. Если подчиненные Кальтербрунера умерщвляли людей в душегубках, то строились эти газвагены на заводах Заура, Даймлера и Бенца подчиненных подсудимому Шпееву. Если военнопленных уничтожали профессиональные палачи из соединения Тотенкопф «Мертвая голова» и лагерная охрана, то приказы об уничтожении подписывались фельдмаршалом германской армии Кейтелем. Именно подсудимые намечали сроки уничтожения, отдавали приказы о создании специальной техники уничтожения, идеологически обосновывали право высших рас на уничтожение, истребление, неполноценных народов. Это они спокойно и безжалостно наблюдали за замученными жертвами, и как Ганс Франк произносили парадные речи по еще новым шагу, пройденном германским фашизмом по пути очищения жизненного пространства от низших рас. За каждое убийство, за каждую каплю невинной крови, пролитые гитлеровскими палачами, несут ответственность подсудимые, ибо между ними и непосредственными исполнителями преступлений, убийств, истязаний разница только в ранге и масштабе деятельности. Те непосредственные палачи, а они главные палачи, начальники палачей, палачи высшей марки, они во много раз опаснее, чем те, которых они воспитывали в духе человеконенавистничества и изуверства, и от которых спасая себя, теперь отрекаются. Полностью доказана вина подсудимых в совершении военных преступлений, в том, что они организовали систематическое уничтожение военнопленных, мирного населения, женщин, стариков и детей, в том, что по их вине всюду, где ступала нога немецкого солдата, оставались горы убытых и замученных людей, развалины и пожарища, опустошенные города и села, оскверненная и залитая кровью земля. Доказаны полностью преступления против человечности, совершенные подсудимые. Мы не можем пройти мимо тех преступлений, которые подсудимые совершили в самой Германии за время своего господства в ней. Массовое уничтожение всех тех, кто в какой-то мере выражал недовольство фашистским режимам, рабский труд и истребление людей в концентрационных лагерях, массовое истребление евреев, а затем тот же рабский труд и то же уничтожение людей в оккупированных странах, все это доказано и обвинения не поколеблено. Какие же средства защиты были использованы подсудимыми и их защитниками, какие доказательства и аргументы они могли противопоставить обвинению. Средства защиты подсудимых можно разделить на две основные группы. Это во-первых ряд свидетелей, вызванных защитниками. Эти свидетели должны были своими показаниями смягчить вину подсудимых, умолить их действительную роль в совершении злодеяний, обелив вот что бы то ни стало. Эти свидетели в подавляющем большинстве случаев являлись обвиняемыми по другим делам. О какой объективности, достоверности показаний таких свидетелей защиты можно говорить, если невиновность подсудимого Функа должен был подтвердить его заместитель и соучастник, член СС 1931 года Хойлер, имеющий чин группе фюрера СС, если в пользу Зейсинкварта был призван свидетельствовать преступник Райна, член фашистской партии с 30-го года, Гаулейтер Зальцбурга, а затем Каринки. Эти так называемые свидетели, так же как, например, Бюллер, правая рука подсудимого Франка и соучастник его во всех преступлениях, или Балле, один из основных руководителей шпионско-диверсионных работ гитлеровцев за границей и заведующий заграничным отделом фашистской партии, приходили сюда для того, чтобы, совершив клятво преступления, попытаться выгородить своих бывших хозяев и сохранить свою собственную жизнь. И все же большинство свидетелей защиты во время их допроса неизбежно превращалось. Свидетели обвинения. Их самих изобличали немые свидетели, документы, причем преимущественно немецкие, и они сами принуждены были изобличать тех, кого они хотели оправдывать. Другая группа средств защиты это доводы и соображения юридического порядка. Некоторые правовые вопросы процесса. Обвинения в данном процессе опирающиеся на огромный и бесспорный фактический материал прочно стоит на позициях права и законности. Поэтому уже в первых вступительных речах обвинителей было уделено много внимания уголовно-правовому обоснованию ответственности подсудимых. Защита в своих выступлениях перед трибуналом вновь поставила ряд правовых вопросов. о значении принципа нулюм кримен синя леге о значении приказа об ответственности государства и отдельных лиц о понятии заговора и другие. В связи с этим я считаю необходимым вновь вернуться к некоторым правовым вопросам в ответ на попытки защиты запутать простые и ясные положения и превратить юридическую аргументацию в дымовую завесу призванную скрыть от суда кровавую биль фашистских преступлений. Защита пыталась отвергнуть обвинение доказывая что в момент совершения подсудимыми инкриминируемых им деяний последние не были предусмотрены действующими законами а поэтому подсудимые не могут нести за них уголовную ответственность. Я мог бы просто отвести все ссылки на принцип нулем кримен синя леге так как устав международного военного трибунала являющийся непреложным законом подлежащим обязательному исполнению устанавливает что этот трибунал имеет право судить и наказывать лиц которые действия в интересах европейских стран оси индивидуально или в качестве членов организации совершили любое из преступлений перечисленных в статье 6 устава следовательно юридически для вынесения приговора и применения наказания не требуется чтобы совершенные подсудимыми преступления были предусмотрены уголовными законами в момент их совершения однако не подлежит сомнению что действия подсудимых являлись преступными с точки зрения законов действовавших в момент когда эти преступления имели место нормы уголовного права содержащиеся в уставе международного трибунала представляют собой выражение принципов содержащихся в ряде международных договоров перечисленных в моей вступительной речи 8 февраля 46 года и в уголовном законодательстве всех цивилизованных государств законодательство всех цивилизованных народов предусматривает уголовную ответственность за убийства истязания насилия грабежи и так далее то обстоятельство что эти преступления были организованы подсудимыми в превосходящих человеческое воображение размерах и в неслыханных по своей садистской жестокости формах конечно не исключает а лишь многократно усиливая ответственность преступников если бы подсудимые совершили преступления на территории и в отношении граждан какой-либо одной страны то они согласно декларации глав правительств союза советских социалистических республик Великобритании и Соединенных Штатов Америки опубликованной в 3 ноября 1943 года в полном соответствии с общепринятыми началами уголовного и уголовно-процессуального права были бы судимы в этой стране и по ее законам эта декларация гласила что германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии которые были ответственны за вышеупомянутые зверства убийства и казни или добровольно принимали в них участие будут отосланы в страны в которых были совершены их отвратительные преступления для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств которые будут там созданы однако подсудимые являются военными преступниками преступления которых не связаны с определенным географическим местом статья 1 соглашение четырех держав от 8 августа 45 года и потому их преступления подсудны международному военному трибуналу действующему на основании устава защитник подсудимого Гесса позволил себе утверждать не может быть никакого сомнения в том что преступление против мира как изложено в статье 6 абзац 2 устава не существует нет нужды здесь делать ссылки на международные договоры в которых агрессивная война была признана международным преступлением они обвиняются в действиях которые цивилизованное человечество и ранее признавало преступлениями исполнение приказа некоторые подсудимые в своих показаниях трибуналу пытались представить себя убогими карликами слепыми и покорными исполнителями чужой воли воли Гитлера в поисках правовой базы для этой позиции защитник и раз много говорил о значении приказов Гитлера по мнению защитника и Ройса приказ Гитлера был чем-то совершенно иным чем приказ любого другого руководителя что приказ Гитлера являлся актом неприкосновенным правовом отношении поэтому защитник и Ройс утверждает чтобы не понимал устав трибунала под приказами которые он отрицает как основание исключающее уголовное преследование можно ли все-таки под этим подразумевать приказ Гитлера может ли этот приказ подойти под понятие приказа предусмотренное уставом право толкования закона неоспоримое право каждого судебного работника в том числе конечно и защитника представляется однако совершенно непостижимым какими логическими или иными методами руководствовался защитник утверждая что положение устава специально разработанного для суда над главными военными преступниками фашистской Германии именно условий деятельности этих преступников не имело в виду о каких же приказах кем изданных в какой стране говорит устав трибунала бесспорно разумеется противоположное авторы устава были в полной мере ориентированы в специфической обстановке гитлеровской Германии были в полной мере ориентированы по материалам Харьковского и иных процессов в попытках подсудимых прятаться за приказы Гитлера и именно потому они специально оговорили что исполнение явно преступного приказа не освобождает от уголовной ответственности ответственность государства и отдельных лиц в известной мере надо полагать самые авторы этой попытки скрыть большую группу министров гаулейтеров и военных начальников за спину Гитлера усомнили в свободительности подобного защитительного маневра ибо на помощь этому маневру выдвигается новая линия обороны если германская империя начала наступление вопреки еще действовавшему договору о ненападении говорил защитник Ройс то она совершила международный деликт и должна отвечать за него по нормам международного права только империя но не отдельное лицо нельзя прежде всего не отметить что приведенная точка зрения не блещет новизной до выступления официальной защиты на настоящем процессе некоторые неофициальные защитники военных преступников охотно пропагандировали версию что не физические лица а германское государство и германский народ должны нести ответственность за преступную агрессию и военные преступления нарушение субъектом международного права государством норм международного права влечет те или иные последствия международного характера во всяком случае не уголовная ответственность государства те или иные действия государства в сфере международных отношений совершаются физическими лицами должностными лицами и агентами государства при выполнении этих действий эти лица могут совершать самые разнообразные нарушения как гражданско-правового так и уголовно-правового характера за последние то есть содержащие состав преступления они несут в подлежащих случаях уголовную ответственность по законам и перед судом как своего так и чужого государства в зависимости от обстоятельств в данном случае не только гитлеровское государство нарушило нормы международного права последствием чего являются меры принятые в отношении государства но и отдельные физические лица совершая эти акты нарушения персонально совершили уголовные преступления за которые они в соответствии с уставом трибунала подлежат уголовной ответственности перед международным военным трибуналом о понятии заговора защита единодушна хотя и в разных формах и вариантах пытается оспаривать обвинения подсудимых в преступных заговорах вытаскивая из различных источников односторонние и тенденциозно подобранные определения заговора защитники стремятся доказать что Герин Гесс Риббентроп и другие не могут рассматриваться в качестве участников заговора я хотел бы привести несколько аргументов в доказательство несостоятельности положения защиты заговор предполагает наличие преступного сообщества созданного и действующего для достижения общих преступных целей такое сообщество бесспорно имелось разумеется в настоящем случае поскольку заговорщиками было захватчено управление государством нити и рычаги связывающие членов заговорщицкого преступного сообщества весьма сложны в любом преступном сообществе а в особенности в разветленном и многочисленном отдельные участники выполняют такие преступные акты которые охватываются общим планом но конкретно могут оставаться неизвестными ряду членов сообщества тем не менее поскольку эти преступления вытекают из единого преступного плана общего для всего сообщества за них несут ответственность и те участники которые лично не совершали этих отдельных преступлений и конкретно о них не были осведомлены в настоящем деле наличие заговора не исключается тем обстоятельством что например Ширах мог не знать об отдельных мероприятиях работорговца Заукеля или погромщика Штрейхера наличие заговора не исключается и разногласиями по частным вопросам существовавшими между отдельными участниками заговора интриги Геринга против Бормана и тому подобное такие столкновения могут иметь место в любой шайке разбойников и воров но от этого шайка или банда не перестает быть таковой почти в каждом сообществе существует определенная иерархия среди его участников весьма часто атаман преступной шайки присваивает себе неограниченную власть над другими членами шайки вплоть до права жизни и смерти однако ни одному юристу в мире кажется не приходило в голову отрицать наличие преступного сообщества на том лишь основании что участники его не были равны а один имел власть над другими по меньшей мере странно отрицать наличие заговора в настоящем случае на основании того бесспорного факта что в руках главаря Гитлера была сосредоточена огромная личная власть равным образом наличие заговора не исключает а предполагает определенное распределение ролей между участниками преступной группы в достижении общей преступной цели один координирует всю преступную деятельность второй ведает вопросами идеологической подготовки третий готовить армию четвертый организует работу военной промышленности пятый ведет дипломатическую подготовку и так далее поэтому фашистский заговор не перестает быть заговором но и является заговором особо опасным ибо в руках заговорщиков находился государственный аппарат и огромные людские и материальные ресурсы в руках международных преступников в руках Геринга Кейтеля и других подсудимых огромные армии людей становятся орудием тягчайших преступлений вот почему те специфические черты которые отличают заговорщиков фашистской Германии от любой иной банды не меняя правовой природы заговора лишь придают ему особо опасный характер на этом я заканчиваю краткий анализ юридических аргументов защиты на которых подробно останавливались мои уважаемые коллеги как вы видели господа судьи аргументы защиты оказались несостоятельными и не способными поколебать обвинения перехожу к рассмотрению вопроса по виновности отдельных подсудимых Геринг подсудимый Геринг являлся в гитлеровской Германии вторым после фюрера лицом его первым преемником он взял в себе огромные полномочия и захватил самые ответственные должности он председатель совета министров по обороне германской империи диктатор по руководству германской экономикой генеральный уполномоченный по четырехлетнему плану и главнокомандующий военно-воздушными силами главное эту обширную область он использовал и все силы посвятил организации и осуществлению тех преступлений которые указаны в обвинительном заключении как мы уже знаем сущность этого заговора состояла в том чтобы покорить Европу а затем добиться мирового господства гитлеровской Германии не останавливаясь ни перед какими средствами как бы они ни были преступны и бесчеловечны чтобы достичь этой цели надо было расчистить путь надо было как говорил Гитлер еще в феврале 1933 года на совещании с виднейшими германскими промышленниками уничтожить парламентскую систему этим занялся германскими он энергично принялся за уничтожение политических противников фашизма для чего производил массовые аресты членов неугодных нацизму политических партий он организовал концентрационные лагери куда бы сюда направлял людей не согласных с фашистами он создал гестапо в котором с самого начала его создания установился кровавый террористический режим он требовал от всех должностных лиц лагерей и гестапо не останавливаться ни перед чем дикие расправы на людьми изувечения их и убийства под его руководством стали основным методом работы ему Герингу принадлежат слова каждая пуля вылетевшая из дула пистолета полицейского есть моя пуля если это называется убийством значит это я убил из книги Геринга восстановление нации написанное в 34 году так он расчистил дорогу фашизму так он прокладывал путь к тому чтобы фашистский заговор мог быстрепятственно развиваться и реализоваться Геринг был неистощимым в искоренении всего и всех что мешало укреплению этого заговора и Гитлер всячески расхваливал его за это так он заявил в рейстаге 13 июля 34 года что Геринг своим железным кулаком он сокрушил атаку на национал-социалистское государство прежде чем она могла развиться вся эта террористическая деятельность Геринга была рассчитана на то чтобы расчистить путь для осуществления основной цели фашистского заговора поковрить Европу а затем добыться мирового господства гитлеровской Германии судебное следствие подтвердило виновность Геринга в планировании и подготовке всех агрессивных войн гитлеровской Германии суду были представлены многочисленные документы говорящие об активной роли Геринга в развертывании агрессивных войн напомню заявление Геринга в 35 году на собрании офицеров военно-воздушных сил там он заявил что он намеревается создать военно-воздушные силы которые будут брошены на врага как удар возмездия еще до начала поражения враг должен чувствовать что он пропал и это намерение как мы знаем он осуществлял подготовляясь к войне изо дня в день на совещании руководителей германской авиационной промышленности 8 июля 38 года Геринг дает понять что война близка и что если Германия выиграет эту войну она будет величайшей державой в мире господствующей на мировом рынке и она станет богатой страной надо рисковать чтобы добиться этой цели это лозунг который бросил тогда Геринг 14 октября 38 года незадолго до предъявления требований Польши Геринг заявляет что он приступил к проведению в жизнь гигантской программы в сравнении с которой меркнет все что было до сих пор в кратчайшее время военно-воздушные силы должны быть увеличены в 5 раз военно-морской флот должен более быстрым темпом вооружиться армия должна получать более мощное вооружение особенно тяжелую артиллерию и тяжелые танки наравне с этим должно быть увеличено производство военных материалов и горючих с полной несомненности установлено активное участие Геринга в подготовке агрессии против СССР в отчете на совещании от 29 апреля 1941 года по вопросу о структуре экономического штаба Ольденбург в отчете о совещании у генерала Томаса от 23 февраля 1941 года а также в показаниях самого Геринга в судебном заседании 21 марта 1946 года трибунал найдет доказательства того что Геринг уже с ноября 1940 года активно участвовал в разработке плана нападения на СССР это Геринг совместно с Розенбергом Кейтелем и Борманом на совещании у Гитлера от 16 июля 1941 года конкретизировали планы расчленения Советского Союза порабощения народов и разграбления богатства СССР это при его участии тогда планировалось сравнять Ленинград с землей с тем чтобы затем отдать его финнам это он выдвинул палача Коха в качестве рейхскомиссара Украины как личность с очень большой инициативой и с хорошей подготовкой так что с несомненностью можно считать доказанным что Геринг виновен в планировании и подготовке агрессивных войн гитлеровской Германии и за это он должен нести ответственность мои коллеги уже останавливали внимание суда на преступном отношении к военнопленной я позволю себе только напомнить трибуналу показания свидетеля Лямб в вечернем заседании 25 января 46 года о казнях советских английских французских и других офицеров в лагере Маутхаузен о лагерях уничтожения Освенцин и Майданик о предъявленных в суду нотах народного комиссара иностранных дел СССР Молотова от 25 ноября 41 года и 27 апреля 42 года о чудовищных издевательствах германских военных властей в отношении советских военнопленных за которые огромная доля ответственности вложится на Геринга Я напомню также о показаниях свидетеля Гальдера 31 октября 45 года в которых свидетель сообщил о совещании у Гитлера по вопросу неприменения положений Гаакской конвенции при обращении с русскими военнопленными и о директиве из ставки Гитлера от 12 мая 41 года об обращении с запаченными в плен русскими командирами и политработниками все эти с неоспоримостью установленные на суде пакты злодеяний не нуждаются в дополнительном освещении так как защита не привела в своих речах каких-либо опровергающих эти доказательства доводов в 12 заповедях поведения немцев на востоке от 1 июня 1941 года в 6 заповеди сказано вы должны уяснить себе что вы на целое столетие являетесь представителями великой Германии и знаменоносцами национал-социалистской революции в новой Европе поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия которых требует от вас государство с именем Геринга связано начало организованного подавления и истребления еврейского населения именно он подписал человеконенавистические Нюренбергские законы декреты о лишении евреев собственности наложение штрафа на евреев в 1 миллиард и другие эта деятельность вполне соответствует всему каннибальскому миросозерцанию Геринга на суде он отрицал что являлся сторонником расовой теории между тем в 35-м году Геринг произнес в рейхстаге речь в защиту нюренбергских расовых провокаторов тогда он громогласно заявил бог создал расы он не хотел равенства и поэтому мы энергично отвергаем всякую попытку извратить концепцию чистоты расы многочисленные документы предъявленные обвинениям трибуналу изобличают преступные действия Геринга в отношении других наций директива Геринга от 19 октября 1939 года ясно показывает отношение подсудимого к польскому народу и польскому государству в директиве об экономической политике на востоке от 23 мая 1941 года изданной перед нападением на СССР Геринг следующим образом пишет об отношении к русским Германия не заинтересована в поддержании производительности на этой территории она снабжает продуктами питания только расположенные там войска население в этих районах в особенности городское население обречено на голод необходимо будет вывозить это население в Сибирь как уполномоченный по четырехлетнему плану Геринг отвечает за разграбление и расхищение государственной собственности и личной собственности граждан произведенное фашистами на оккупированной части территории СССР Чехословакии Польши Югославии и других странах именно Геринг возглавил деятельность фашистских заговорщиков по экономическому ограблению оккупированной территории СССР еще до вероломного нападения на СССР 29 апреля 1941 года состоялось совещание по разработке экономических мероприятий по варианту Барбаросса в результате этого совещания был создан экономический штаб особого назначения Ольденбург подчиненный Герингу было предусмотрено создание в крупнейших городах СССР специальных хозяйственных инспекций и команд перед которым были поставлены обширные задачи в области использования и разграбления советской промышленности и сельского хозяйства в папке окружного сельскохозяйственного фюрера содержались инструкции для сельскохозяйственных фюреров которым предоставлялась полная свобода в выборе методов для достижения своих преступных целей выдвигалось требование о беспощадном обращении с советскими людьми и в первую очередь с русскими украинцами белорусами сообщение чрезвычайной государственной комиссии СССР о злодеяниях совершенных гитлеровцами в Киеве в Сталинской области и других местах говорит о том что эти преступные планы подсудимого Геринга и его подвижников были в значительной степени реализованы для обеспечения немецкой военной промышленности и сельскохозяйства рабочей силой и вместе с тем в целях физического уничтожения и экономического ослабления порабощенных народов подсудимый Геринг и его соучастники по нацистскому заговору использовали рабский труд иностранных рабочих использование принудительного труда было запланировано фашистами еще до начала войны достаточно напомнить о совещании у Гитлера на котором принимал участие и подсудимый Геринг от 23 мая 1939 года на совещании 7 ноября 1941 года и в приказе от 10 января 1942 года Геринг требовал от всех подведомственных ему органов обеспечения любыми методами германской промышленности и рабочей силы за счет населения оккупированных советских территорий 6 августа 1942 года Геринг провел совещание с рейхскомиссарами оккупированных областей и представителями военного команды обращаясь к участникам совещания Геринг говорил «Вы посланы туда не для того чтобы работать на благосостояние верных вам народам а для того чтобы выкачать все возможное вы должны быть как легавые собаки там где имеется еще кое-что я намереваюсь грабить именно эффективно эти намерения были реализованы грабил Геринг грабили рейхскомиссарии рейхсминистры оккупированных областей грабили представителей военного командования начиная от генерала и кончая рядовым солдатом так действовал подсудимый Геринг нет ни одного мероприятия фашистской партии ни одного шага гитлеровского правительства в котором не участвовал бы Геринг он активно участвовал во всех преступлениях фашистской банды и за все свои действия он должен понести должное наказание подсудимый Грутоль Гесс уже с момента зарождения фашистской империи занимал ведущее положение среди нацистских договорщиков это Гесс был руководителем фашистской организации Мюнхенского университета это он участвовал в Мюнхенском путче это он совместно с Гитлером работал над библией фашизма книгой Майнкамп выполняя обязанности личного секретаря Гитлера это он в 1932 году являлся председателем центральной политической комиссии фашистской партии а после западовласти в качестве заместителя фюрера проводил жизнь звериную политику фашистских головорезов именно Гессу декретом Гитлера от 21 апреля 1933 года было предоставлено право полное право принимать решения от имени Гитлера по всем вопросам касающимся руководства партии вслед за тем Гесс продолжал прибирать к своим рукам все новые и новые посты в гитлеровском государстве с 1 декабря 1933 года он имперский министр без портфеля для обеспечения близкого сотрудничества партии и штурмовых отрядов с гражданскими властями 4 февраля 1938 года он назначается членом тайного совета 30 августа 1939 года членом совета министров по оборудованию империи а 1 сентября 1939 года Гитлер объявляет Гесса своим преемником после Геринга Гесс получает также звание обергруппенфюрера СС и СА декретом от 27 июля 1934 года Гитлер обязал руководителей всех ведомств и министерств Германии представлять Гессу все законопроекты на предварительное утверждение Гесс занимался подбором и расстановкой руководящих фашистских кадров об этом свидетельствует указ Гитлера от 24 сентября 1935 года и другие документы представленные трибуналу обвинения особо следует отметить активную роль Гесса в планировании и проведении агрессивных войн все агрессивные акции гитлеровской Германии намечались и подготовлялись при самом непосредственном участии Гесса и подчиненного ему партийного аппарата фашистов еще 12 октября 1936 года выступая в Баварии Гесс призывал немцев употреблять немного меньше жира немного меньше свинины немного меньше яиц мы знаем говорил Гесс что иностранная валюта которую мы этим самым сберегаем идет на вооружение и на сегодня действителен лозунг пушки вместо масла об этом же говорил Гесс и накануне своего отлета в Англию 1 мая 41 года выступая на заводе Мессершмитта с призывом к продолжению агрессивной войны вместе с Гитлером Герингом и другими руководящими деятелями фашистского заговора Гесс подписывал указы о присоединении к Германии запаченных территорий в человеконенавистнических нюрнбергских законах за издание которых несет ответственность и подсудимый имеется специальный пункт уполномачивающий Фрика и Гесса издавать необходимые декреты для проведения в жизнь этих законов Гесс подписал закон об охране крови и чести Указ от 14 сентября 35 года по лишению евреев права голоса и права работы в общественных учреждениях а также указ от 20 мая 38 года по распространению нюрнбергских законов на Австрию На данном процессе уже достаточно освещен вопрос в роли Гесса в организации сети шпионажа и террористических групп за границей в создании СД и комплектовании частей СС Само положение Гесса фашистской партии и гитлеровском правительстве говорит об активном руководящем участии подсудимого в подготовке и осуществлении общего преступного плана фашистских договорщиков а следовательно об огромной доле его вины и ответственности по преступлениям против мира по военным преступлениям и по преступлениям против человечности господа судьи чтобы еще более правильно оценить значение преступной деятельности подсудимого Гесса как одного из видных руководителей фашистской партии и гитлеровского правительства я напомню статью в газете Национал Цейтун от 24 апреля 41 года посвященную Гессу цитирую Много времени тому назад это было еще до начала войны Рудольфа Гесса называли совестью партии если мы спросим почему заместитель государства это почетное звание тогда это вопрос нет ни одного события в нашей общественной жизни которое не было бы сейчас и своеобразен что это нельзя сказать несколькими словами многие мероприятия проведенные правительством особенно в сфере военной экономики и у партии проводились полностью по инициативе заместителя фюрера конец сетат Гесс отказался давать объяснение трибуналу его защитник Зайд сложным пафосом заявил что Гесс считает настоящий трибунал некомпетентным для суда над германскими военными преступниками и тотчас без паузы приступил к предъявлению наказательств в защиту Гесса Гесс даже пытался объявить себя сумасшедшим чтобы избежать заслуженного наказания но когда Гесс убедился что такой маневр ему не поможет он вынужден был заявить в суде что он симулировал потерю памяти что это была тактическая уловка с его стороны и должен был признать что несет полную ответственность за все то что он сделал и подписал вместе с другими и так на суде полностью разоблачена неуклюжая попытка Гесса уйти от ответственности и Гесс должен в полной мере понести наказание за участие в общем плане или заговоре для совершения преступлений против мира в военных преступлениях тягчайших преступлениях против мира и человечности которые совершены им совместно с другими подсудимыми с другими подсудимыми имя подсудимого Мартина Бормана неразрывно связано с созданием гитлеровского режима он был один из тех кто совершал самые дикие преступления направленные на уничтожение сотен тысяч невинных людей совместно с подсудимым Розенбергом Борман с жестокой последовательностью проводил пропаганду расовой теории и преследования евреев им были созданы им были изданы многочисленные директивы направленные на дискриминацию евреев в гитлеровской Германии сыгравшие впоследствии роковую роль и повлекшие истребление миллионов евреев этой своей деятельностью он заслужил у Гитлера большое доверие ему было предоставлено право представлять партию в сфере государственной жизни и он ее представлял так в качестве начальника партийной канцелярии он принимал непосредственное участие в уничтожении евреев цыган русских украинцев поляков чехословаков НСДАП под его руководством превращается в полицейскую организацию находившуюся в самом тесном взаимоотношении с германской тайной полицией и СС Борман не только знал о всех агрессивных планах гитлеровского правительства но принимал активное участие в их осуществлении он привлек весь партийный аппарат НСДАП на реализацию агрессивных планов гитлеровского правительства а партийных гаулейтеров он назначал уполномоченными по обороне империи в тех областях в которых они действуют партийный аппарат НСДАП и лично Борман принимал активное участие в мероприятиях немецких военных и гражданских властей по бесчеловечному использованию военнопленных об этом свидетельствуют многочисленные директивы и указания изданные Борман материалами обвинения и судебного следствия сейчас установлено какой массовой гибели привело зверское обращение с военнопленным партийный аппарат и лично подсудимый Борман принимали непосредственное участие в мероприятиях гитлеровского правительства связанных с угоном в рабство населения оккупированных территорий с одобрения Бормана производилась тайная доставка в Германию украинских девушек предназначенных для насильственного онемечивания приказом Гитлера от 18 октября 44 года на Бормана и Гиммлера было возложено руководство фолькштурмом состоявшего из всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет способных носить оружие накануне краха гитлеровской Германии Борман возглавлял созданную для диверсионной и подрывной деятельности в тылу союзных войск подпольную организацию Вервольф Борман непосредственно участвовал в разграблении культурных исторических и других ценностей на оккупированных территориях он внес в 43 году предложение о необходимости усиления экономического разграбления оккупированных территорий таковы преступления подсудимого Бормана ближайшего сподвижника Гитлера разделявшего всю полноту ответственности за бесчисленные преступления гитлеровского правительства и фашистской партии один из главных вдохновителей и руководителей внешней политики гитлеровской Германии Иоахим фон Риббентроп был и одним из самых активных участников преступного заговора официально вступил в нацистскую партию в 32 году подсудимый однако еще до прихода фашистов власти активно содействовал ее захвату и стал в скором времени официальным советником партии в качестве сотрудника фюрера по вопросам внешней политики продвижение Риббентропа по служебной линии находится в неразрывной связи с развитием деятельности фашистских захворщиков направленной против интересов мира в своих показаниях Риббентроп заявил он Гитлер знал что я являлся его верным сотрудником именно поэтому Гитлер 4 февраля 1938 года как убежденного преданного фашиста назначил Риббентропа официальным руководителем внешней политики которая являлась одним из важнейших рычагов осуществления всего фашистского заговора однако Риббентроп не ограничивал своей деятельности сферой внешней политики как член гитлеровского правительства как член имперского совета по обороне империи как член тайного совета он участвовал в разрешении всего комплекса вопросов связанных с подготовкой агрессивных войн вот почему он Риббентроп будучи министром иностранных дел принимал участие в решении и проведении в жизнь далеко отстоящих от внешней политики вопросов как использование рабочей силы во время войны организации концлагерей и тому подобное в этой связи следует отметить что Риббентропом было заключено специальное пространное соглашение с Гиммлером об организации совместной разведывательной работы имперским министром иностранных дел Риббентроп стал как раз в начале осуществления планов агрессии рассчитанных на покорение Германии и Европы это совпадение не случайно не без основания Риббентроп считался самым подходящим человеком для осуществления этого преступного заговора его предпочли даже такому специалисту международных провокаций как Розенберг на что последний не без некоторых оснований подал в официальную жалобу и Гитлер не ошибся в Риббентропе доверие его он полностью оправдал уже 12 февраля 38 года через неделю после своего назначения Риббентроп совместно с Гитлером и подсудимым Папиным возглавлявшим в течение долгого времени до этого подрывную работу нацистских агентов в Астрии принял участие в совещании в Оберзальцбурге где он от австрийска канцлера Шушнинга и его министра иностранных дел Шмидта под давлением угроз ультимативно требовал согласия на отказ от независимости Австрии и добылся этого в качестве министра Риббентроп присутствовал на совещании 28 мая 1938 года на котором было принято решение о введении в действие плана ГРЮМ плана агрессии против Чехословакии в соответствии с тактикой фашистов ослаблять изнутри будущую жертву Риббентроп постоянно поддерживал тесную связь и оказывал материальную помощь сначала партии судецких немцев а потом и словацким националистам с тем чтобы вызвать внутренний раскол и братоубийственную войну в Чехословакии захватив Чехословакии фашистские заговорщики и в числе их подсудимый Риббентроп перешли к подготовке и осуществлению следующего акта агрессии заранее намеченного ими в плане преступлений против мира и нападения на Польшу будучи вынужден связи с только что закончившимся западом Австрии и Чехословакии временно скрывать дальнейшие намерения Германии Риббентроп сам и через своих агентов дипломатов старался усыпить бдительность европейских государств лицемерно заявляя что никаких других территориальных требований Германия не имеет 26 января 1939 года в Варшаве министр иностранных дел фашистской Германии Риббентроп заявил что укрепление дружественных отношений между Германией и Польшей на основании существующих соглашений составляет важнейший элемент внешней политики Германии прошло немного времени и Польша испытала ценность этих заверений Риббентропа я не останавливаюсь здесь на той вероломной роли который сыграл подсудимый Риббентроп в германской агрессии против Дании Норвегии Бельгии Голландии Люксембурга так как об этом достаточно убедительно говорили мои коллеги подсудимый Риббентроп принял непосредственное активное участие в проведении агрессии против Югославии и Греции прибегая к излюбленному своему методу обманных гарантий для сокрытия готовящейся агрессии подсудимый Риббентроп 20 апреля 1938 года дал заверение Югославии что после Аншлюса германские границы с Югославией рассматриваются как окончательные и нерушимые в то же время при деятельном участии подсудимого Риббентропа велась всесторонняя подготовка к агрессии 12 и 13 августа 1939 года на совещании Гитлера и Риббентропа с Чиана в Аберзальцбурге было достигнуто соглашение о ликвидации нейтралов одного за другим при непосредственном и прямом участии подсудимого Риббентропа фашистские заговорщики планировали подготавливали и осуществляли также вероломные нападения на союз советских социалистических республик 22 июня 1941 года подсудимый Риббентроп сам признал здесь в зале суда что в конце августа начало сентября 40-го года то есть когда уже проводилась разработка плана Барбаросса как это с очевидностью следует из показаний генерала Варлемонта генерала Мюллера и фельдмаршала Паульса подсудимый Кейтель беседовал с ним по вопросу о нападении на СССР деятельность подсудимого и министерства которым он руководил играла первостепенную роль в организации войны против СССР с участием Финляндии Венгрии Руминии Болгарии уже после начала агрессии Германии против Советского Союза подсудимый Риббентроп продолжал предлагать усилия к тому чтобы привлечь на сторону Германии новых сообщников так в телеграмме к германскому послу Токио от 10 июля 41 года он писал я прошу вас всеми находящимися в вашем распоряжении средствами повлиять на Мацуоко чтобы Япония как можно скорее вступила в войну с Россией чем быстрее это произойдет тем лучше конечной целью должно оставаться и в дальнейшем то что Япония и мы перед наступлением зимы протянем друг другу руку на сибирской железной дороге конец цитата как установлено на суде Риббентроп совместно с другими подсудимыми подготавливал ту политику уничтожения и разграбления которую гитлеровцы наметили а затем и проводили на временно оккупированных территориях Советского Союза подсудимый Розенберг который разрабатывал планы эксплуатации оккупированных территорий в Восточной Европе проводил совещание по этому вопросу с ОКВ Министерством экономики Министерством внутренних дел Министерством иностранных дел в своем отчете о подготовительной работе по восточноевропейскому вопросу он писал в результате переговоров СМИД последнее назначило в качестве своего представителя Крозенбергу генерального консула господина Бротиган таким образом бесспорно что Риббентропу не только было известно о подготовке военного нападения на СССР но и что он вместе с другими заговорщиками заранее намечал планы колонизации территорий Советского Союза порабощения и истребления советских граждан подсудимый был вынужден признать что ему были известны ноты народного комиссара иностранных дел СССР Молотова о злодеянии гитлеровцев на временно оккупированных территориях Советского Союза ему как и другим заговорщикам были известны и другие декларации глав союзных правительств о той ответственности которая ложится на нацистское правительство за совершение гитлеровцами чудовищных злодеяний в оккупированных странах Риббентроп как это подтвердил свидетель защиты по его делу бывший статс-секретар Министерства иностранных дел Штенгра был одним из организаторов и намечался в качестве почетного члена международного антиеврейского конгресса который немцы предлагали созвать в июле 44-го года в Краке сам Риббентроп признал на суде что он вел переговоры с правительством европейских стран относительно массового изгнания евреев согласно протоколу беседы Риббентропа с Харти министр иностранных дел заявил Харти что евреи должны быть либо уничтожены либо направлены в концентрационный лагерь другого решения не может быть этот факт в достаточной мере подтверждает что Риббентропу было известно о существовании концентрационных лагерей хотя он упорно пытался доказать здесь обратное Риббентроп оказывал поддержку другим фашистским руководителям и прежде всего подсудимому Заукелю в угоне на германскую каторгу жителей оккупированных стран кроме того подсудимый Риббентроп во исполнение общего плана заговорщиков включавшего уничтожение национальной культуры народов оккупированных стран активнейшим образом участвовал в разграблении культурных ценностей являющихся общенародным достоянием для выполнения этой задачи по указанию Риббентропа был создан батальон особого назначения при Министерстве иностранных дел который в течение всей войны следуя за передовыми частями реквизировал и вывозил в Германию согласно указаниям Риббентропа всевозможные культурные ценности с оккупированных территорий на востоке таким образом подсудимый Риббентроп участвовал в западе фашистской власти играл руководящую роль в планировании подготовки и развязывании агрессивных грабительских войн вместе с другими заговорщиками принимал участие согласно фашистским планам в руководстве совершения тягчайших преступлений против народов территория которых была временно оккупирована гитлеровскими западщиками военная группа несколько подсудимых в этом процессе главных преступников войны как бы образуют группу собственно военных если оставить в стороне Геринга как фигуру совершенно специфическую и политика и хозяйственника и военного в одном лице то мне надо будет назвать Кейтеля и Оделя Деница и Редера в процессе судебного следствия в отношении этих лиц также были не только полностью подтверждены все данные обвинительного акта но оснований к обвинению стало еще больше документальные доказательства показания свидетелей в том числе частично и тех которые вызывались по ходатайству защиты не могли не лечь тяжким грузом на чашу весов обвинения защитники этих подсудимых пытались убедить в том что их подзащитные волей судьбы против своего желания стали участниками зловещей трагедии самые подсудимые Кейтель и Одли Дениц и Редера здесь на суде пытались выступить в роли благородных простаков надо отдать справедливость что в меру своих сил защита помогала им в этом деле мы слышали много о чести солдата о воинской дисциплине о верности долгу и присяге о вынужденном в связи с этим выполнение ими гитлеровских приказов даже тех которые вызывали в их душах сомнение и прямой протест такое освещение их позиции совершенно искажает реальное положение вещей я считал бы нужным перед тем как говорить о виновности Кейтеля и Одли Деница и Редера поставить и разрешить четыре вопроса первый знали ли эти подсудимые что гитлеровская Германия в нарушение международных обязательств готовить целую серию агрессивных захватнических грабительских войн второй принимали ли они сами активное участие в планировании подготовке развязывании и проведении этих войн третий выновили ли они в циничном попирании законов и обычаев войны и четвертый отвечают ли они за зверски растерзанных и уничтоженных мирных жителей за потопление пассажирских госпитальных пароходов за города и деревни уничтоженные военной машиной гитлеровского рейха я думаю что после столь тщательного судебного расследования каждый кто не хочет сознательно заблуждаться ответить утвердительно на все эти четыре вопроса представленные суду документальные доказательства с полной очевидностью подтвердили выновленность военной группе преступников в тщающих преступлениях их активное участие в планировании и осуществлении общего преступного заговора то обстоятельство что совершали эти преступления люди в военных мундирах не только не снимает и не снижает а как мне представляется существенно усиливает их ответственность как как можно им в оправдании ссылаться на долг солдата честь офицера на обязанность выполнить приказ да разве можно с долгом солдата и с честью офицера совместить расстрелы без суда и клеймения военнопленных массовое уничтожение женщин стариков и детей единственное правильное реальное объяснение тому удивительному факту что эти генералы и адмиралы занимались грязными по существу уголовными преступлениями состоит в том что они были генералами и адмиралами гитлеровской формации это люди особого качества это фашисты в военных мундирах душой и телом преданные фашистскому режиму именно этим нужно объяснить что Гитлер приблизил их к себе и столь длительно сотрудничал с ним этим только можно объяснить что они сотрудничали с Гитлером в совершении беспримерных в истории гнуснейших преступлений они друг к другу вполне подходили и друг друга вполне понимали переходя к этой группе военных я естественно хотел бы начать с подсудимого Вильгельма Кейтеля ведущие положение в гитлеровской военной машине Кейтель занял с первых лет ее организации адвокат Кейтеля признает что декрет от 4 февраля 1938 года преподнес Кейтелю чудесное должностное наименование начальника верховного командования вооруженных сил и несколько и несколько далее фактическое значение работы Кейтеля было громадным это была чудовищная неблагодарная работа мызерным вознаграждением за которую было блестящее положение в непосредственной близости от главы государства в свете всех последующих событий надо считать что начальным этапом будущих агрессивных войн было все то что связывалось с секретным вооружением Германии после Версальского мира трудно преуменьшить значение всего проделанного тогда еще полковником Кейтелем в комитете экспертов который последовательно и настойчиво изыскивал и находил пути для обхода или прямого нарушения договора в частности это именно полковник Кейтель и никто иной давал указания о том что в Женеве можно говорить все что угодно лишь бы не оставлять письменных следов это циничное заявление полностью соответствует той роли проиграл Кейтель в последующей подготовке и проведении агрессивных войн во время переговоров Гитлера с Шушнингом живым напоминанием о готовности Германии применить оружие была фигура Кейтеля Кейтель давал директивы двинуть войска в Чехословакию президент Гаха был вероломно тогда вызван в Берлин для продолжения переговоров это ОКВ а не какая-либо иная организация была готова через отдел Абверт спровоцировать пограничный инцидент в Чехословакии чтобы оправдать вторжение германских полчищ готовых ринуться в Чехию своим совершенно секретным меморандумом Кейтель требует от Гесса и Гиммлера заранее сообщать ОКВ о всех мерах проводимых партийными организациями или полицией которые не предусмотрены планом Грюн сплошной ложью были фактические декларации об отсутствии каких-либо дальнейших претензий Германии в Европе после захвата Чехословакии это было звеном цепи агрессивных войн я хочу подчеркнуть ведущую роль в подготовке и осуществлении агрессии в директиве относительно ведения войны и вторжения в Польшу известна нам как директива Кейтеля и Гитлера от 10 мая 1939 года она была направлена к командованию ВВС военно-морского флота и сухопутных сил как можно после этого говорить о том что АКВ не было руководящей головкой всех видов вооруженных сил фашистского рейха если еще раз взглянуть на документы относящиеся к германской агрессии против Норвегии Дании Бельгии Голландии Люксембурга для «Изминя» нам важно подчеркнуть что документ этот рожден в недрах АКВ по непосредственной инициативе этой организации что запланированные методы вооружения нападения на СССР является его работой Каждому ясна роль вызова военного специалиста на документе. Некоторые подсудимые пытались лживо объяснить нападение на СССР как войну превентивную. Заявление это в такой мере несостоятельное и противоречить установленным в суде неопровержимым доказательствам, немецким же документам, что я не вижу необходимости отнимать время у трибунала. Защитник Кейтеля заявил, что защита этого подсудимого строится под тем углом зрения, что Кейтель борется не за свою голову, а за свое лицо. Я хочу помочь суду увидеть подлинное лицо Кейтеля. Для этого мне не нужно приводить много доказательств. Мне нужно напомнить вам о нескольких Кейтельских директивах, которые по праву займут одно из первых мест среди позорных документов о бесчеловечности германской военщины, ее низости и безгранично подлом попрании понятий о правилах и обычаях ведения войны. Начиная с документов о расстреле политических работников, Кейтель, этот солдат, как он любит себя называть, игнорируя присягу, беззастенчиво врал на предварительном следствии американскому обвинению. Говорят, что этот приказ носил характер ответной репрессии и что политических работников отделяли от остальных военнопленных по просьбе самих военнопленных. На суде он был изоблечен. Предъявленным документом Р-351-854ПС было доказано, что директива была дана до начала военных действий. Нам и был также предъявлен документ под номером СССР-62, текст письма немецких военнопленных. Из этого документа видно, как еще до нападения на СССР полевые войска инструктировались по поводу обязательного истребления советских женщин-военнослужащих и политического состава. От что можно сказать о фразе, страшной по своему беспредельному цинизму. Человеческая жизнь в странах, в которых это касается, абсолютно ничего не стоит. Устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости. А директива о применении военной подсудности в районе Барбароса от 13 мая 1941 года? А приказ от 16 сентября 1941 года о казни от 80 до 100 коммунистов за каждого убитого немца? Что мог сказать здесь Кейтель о документе, известном под названием «Нахтутнебль»? Это кровавые документы. Никто не может подсчитать, сколько тысяч военнопленных солдат и офицеров Красной Армии было убито и замучено в лагерях фашистской Германии. Вы помните, как на вечернем заседании 21 января 1946 года свидетель Лэмп рассказал, что из расстрела 50 советских офицеров в лагерь Мауткаузен устроили развлечение для Гиммлера. Вы помните показания свидетеля Блаха, как весной 1944 года было истерзно пытками, а затем убито 94 советских старших военных офицеров, отказавшихся давать сведения военного характера. Я хочу упомянуть о показаниях эсэсовца Пауля Вальдмана об изотреблении 840 русских военнопленных. Вы помните, о каком конвейере издевательств и мучений для каждого советского человека, попавшего в немецкий плен, показывал свидетель Кивелша? Могу ли я умолчать по директиве Кейтеля клеймит советских военнопленных? Нельзя забыть директиву Кейтеля от 16 декабря 1942 года. Она называется «Борьба с бандами». Под бандами подсудимый Кейтель понимает всякое движение сопротивления и требовал от войск применения жесточайших мер без ограничения, в том числе, против женщин и детей. Под номером СССР 162 советским обвинением было предъявлено показание Лекурта. Лекурт заявил, что расстреливал и сжигал советских граждан, поджигал их дома. Только он один лично расстрелял 1200 человек, за что ему досрочно было присвоено звание обер-ефрейтера, и он был награжден восточной медалью. Он действовал в соответствии с указаниями Кейтеля. Директива Кейтеля о военной подсудности в районе Барбароса делала подобных людей безнаказанными. На Кейтеле кровь убитых Лекуртом и им подобных. Выполняя директиву Кейтеля о том, что жизнь в восточных странах абсолютно ничего не стоит, совершали солдаты и офицеры гитлеровской Германии свои злодеяне. Обвинением предъявлен документ СССР 51 о том, как 28 августа 1941 года немецкие войска перед своими боевыми порядками, идя в атаку, гнали женщин, детей и стариков. А в деревне Колпино, заставив крестьян строить для немцев мосты и брендажи, фашисты потом всех расстреляли. В Югославии массовые расстрелы заложников стали повседневной практикой военного командования и военной администрации. В секретном докладе от 15 февраля 1940 года на имя Геринга АКВ оправдывает заложничество. Я хочу заключить документом СССР 356, ЕЦ 338. Вы помните, господа судьи, этот документ. В нем адмирал Канарис сообщал Кейтелю о произволе в лагерях военнопленных, голоде, массовых расстрелах советских военнопленных. Даже матерый фашистский разведчик Канарис, боясь ответственности, не мог пройти мимо вопиющих фактов произвола и нарушения всех общепринятых законов и обычаев войны. Вы помните также резолюции Кейтеля на этом докладе. Я одобряю и покрываю эти мероприятия. Я спросил подсудимого Кейтеля во время перекрестного допроса 7 апреля сего года. Вы, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно здесь, перед трибуналом, именовавший себя солдат, вы своей кровавой резолюции в сентябре 1941 года подтвердили и санкционировали убийство тысяч безоружных солдат, попавших к вам в плен. Это правильно? Кейтель вынужден был признать этот факт. Уже одна такая резолюция полностью раскрывает действительное, подлинное лицо фельдмаршала Кейтеля. Никакие заощренные доводы защиты не смогут снять с Кейтеля ответственности за кровь и бесчисленные человеческие жизни, оборванные рукой фашистской военщины во исполнение приказов и директив, подписанные рукой подсудимого Кейтеля. Субтитры создавал DimaTorzok «Подсудимый Альфред Иодль несёт равную ответственность с подсудимым Кейтелем в качестве его заместителя и ближайшего военного советника Гитлера. Всё то, что касается подготовки и осуществления агрессивных планов Гитлеровской Германии неразрывно связаны с именем Иодля, так же, как и с именем Кейтеля. Нет необходимости в том, чтобы снова перечислять все эти агрессивные акции Гитлеровской Германии, которые теперь достаточно хорошо известны, и каждая из которых была задумана и осуществлена при непосредственном участии подсудимого Иодля. Я хочу, как представитель Союза Советских Социалистических Республик, подчеркнуть ещё раз, что преступный план вероломного нападения на Советский Союз, названный гитлеровцами именем горе-завоевателя Фридриха Барбаросса, наряду с подписями Гитлера и Кейтеля имеет подпись подсудимого Иодля. Но это не только подпись. Ещё летом 1940 года в Рейхенхале Иодль провёл первое совещание офицеров своего штаба, на котором обсуждался вопрос о возможности нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Никто иной, как подсудимый Иодль, ещё до нападения на Советский Союз издал известные указания о применении пропаганды в районе Барбаросса. В этих указаниях прямо указывалось, что пока не следует вести пропаганды, направленной на расчленение Советского Союза. Таким образом, подсудимый Иодль заранее знал о действительных целях нападения Германии на СССР, о грабительском, зафатническом характере войны, предусматривающей расчленение Советского Союза. Это он, Иодль, участвовал в подготовке и организации провокационного инцидента на границе Чехословакии с целью оправдания агрессивной акции гитлеровской Германии против этой миролюбивой страны. Это он, Иодль, подписал приказу 28 сентября 1938 года относительно порядка использования так называемого корпуса Генлена на случай реализации плана Грюн. Издевательски звучат слова подсудимого Иодля о солдатской чести, когда читаешь его приказ об уничтожении Ленинграда, Москвы и других городов Советского Союза. Никто иной, как тот же Иодль на совещании у Гитлера 1 декабря 1941 года с неповторимым цинизмом утверждал, что советских патриотов немецкие войска могут безнаказанно вешать, вешать головой вниз, четвертовать. Ближайший военный советник Гитлера, непосредственный участник подготовки и осуществления всех кровавых агрессивных планов гитлеровской Германии, подсудимый Иодль по праву занимает место в ряду главных немецких военных преступников. Мой английский коллега столь убедительно и обстоятельно доказал виновность подсудимых Карла Денница и Эриха Редера, что я не вижу необходимости особо останавливаться на этих гроз адмиралах гитлеровской Германии, запятнавших позором техчайших преступлений свои адмиральские мандиры. Денниц при допросе его советским обвинениям сказал, что ему не ясны причины, в силу которых именно его Гитлер избрал своим преемником. Я не думаю, чтобы Денниц был совершенно искренен, говоря это. Следует только обратиться к стенограмме судебного заседания от 8 мая и в последующие дни, чтобы без признания Денница понять, почему он оказался преемником Гитлера в тот момент, когда корабль гитлеровского рейха шел ко дну. Не в том дело, что нужен был адмирал в подобную минуту, а в том, что только нацистский гроб адмирал Денниц, по мнению сошедшего со сцены Гитлера, мог что-то сделать для спасения гибнущего корабля. При Гитлере Денниц был командующий подводными силами Германской империи. Мы помним, какую роль в этой войне играл германский подводный плод. В этой связи стоит подчеркнуть, что сам Денниц гордился авторством так называемой «тактики волчьей стаи». Советские люди не забыли, как подводные лодки Денница топили госпитальные суда и пароходы, на которых эвакуировались мирные жители, женщины и дети в Балтийском и Черном морях. Последний глава гитлеровского государства одним из первых должен ответить за все эти преступления, которые послужили поводом к преданию в суду Международного военного трибунала главных военных преступлений. С именем Редера связана костюмственная директива об уничтожении Ленинграда. На процессе Редер пытался разыграть роль честного военного. Но уже одно то, что именно он вместе с Гитлером и Кейтером замышлял стереть с лица земли Ленинград и уничтожить более чем трехмиллионное население великого города, имя которого неразрывно связано с развитием человеческой культуры и истории, делает Редера одним из главных военных преступников. Редер участвовал в разработке всех важнейших планов агрессии германского фашизма. Этот участник преступного фашистского заговора должен поэтому понести наказание наравне с другими его соучастниками. Подсудимый Эрнст Кальтербрунер был тем, кого Гиммлер счел наиболее достойным назначить на место казненного чешскими патриотами палача Гейдриха. 30 января 1943 года он был назначен начальником Главного управления полиции и безопасности и СД. Многочисленными документальными данными, в частности приказами за подписью Кальтербрунера о массовом направлении людей в концлагерях, показаниями своих подчиненных, в том числе показаниями бывшего начальника Главного разведывательного управления АМТ-6 Вальтера Шелленберга и начальника внутренней разведки АМТ-3 или СД Отто Оллендорфа Кальтербрунера полностью изобличен в совершении тягчайших преступлений. На судебном заседании 12 апреля 1946 года при допросе Кальтербрунера были оглашены показания Иоганна Кандутера, бывшего заключенного Маутхаузена. В своих показаниях Кандутер рассказывает о том, как проводил время Кальтербрунер при посещении лагеря. Кальтербрунер со смехом вошел в газовую камеру. Затем людей привели из барака на казнь, и потом были продемонстрированы все три вида казни – повешение, расстрел в затылок и отравление газом. Я не стану останавливаться на имеющихся многочисленных доказательствах, они достаточно освещены перед судом. Но на одном обвинении из числа предъявленных Кальтербрунеру я все же считаю нужным остановиться. Вместе с другими учреждениями РСХ Кальтербрунер принял после Гейдриха пять эйзацгрупп. Граждане Советского Союза хорошо помнят эти злодейские организации германского фашизма, возглавленные Кальтербрунером. Эйзацгруппа А дошла до подступов к Ленинграду. Это она организовала в порт смерти номер девять под Каунасом, тайный пункт массового умерщвления людей в Панерах, осуществляла расстрелы в Салацпилском, Быкармском, лесу под Ригой, ставила ряды виселиц в парках одного из пригородов Ленинграда Пушкина. Эйзацгруппа Б остановилась под Смоленском. Это она сжигала заживо христиан Белоруссии, расстреливала людей при страшной акции в Пинске, топила тысячи белорусских женщин и детей в Мозырских болотах, травила душегубами в Минске, ликвидировала гетто в районе верхних садков в Смоленске. Эйзацгруппа С дислотировалась в Киеве. Эта группа осуществляла беспримерную по жестокости массовую акцию немцев в Бабьем Яру под Киевом, где за один день было уничтожено 100 тысяч советских людей. Эйзацгруппа Д были отданы на растязание Южные области из числа временно оккупированных областей Советского Союза. Эта группа впервые испытывала на советских людях душегубки в Ставропольском крае и Краснодаре. Решая судьбу Кальтербруннера, нельзя позабыть этих людей, отравленных в душегубках под Ставрополем, залитых живыми в могилы под Киевом и под Рыгой, заживо сожженных в пылавших деревнях Белоруссии. Эти невинные жертвы на его грязной совести. Преемник палача и сам палач Кальтербрунер осуществлял наиболее отвратительную функцию в общем преступном плане гитлеровской клики. Перехожу к доказательству вины и ответственности подсудимого Розенберга. Как бы ни питался Розенберг умолить свою роль и значение, как бы он ни подтасовывал исторические факты и события, ему не уйти от того, что он был официальным идеологом фашистской партии, что он еще четверть века тому назад заложил теоретические основы фашистского гитлеровского государства и на протяжении этого периода морально растлил миллионы немцев, идейно подготовив те неслыханные в истории чудовищные преступления гитлеровцев, которые составляют предмет разбирательства на данном процессе. Когда на процессе Розенбергу был поставлен вопрос, вы были ближайшим сподвижником фюрера? Он даже не ответил, а закричал, нет, это неправда, я никогда не был. Но как бы ни отрекался Розенберг от своего фюрера, ему не сметь каинову печать одного из старейших и самых верных боевых товарищей Гитлера. На протяжении 25 лет Розенберг вначале совместно, а затем под руководством Гитлера, разрабатывал и содействовал осуществлению сумасбродных планов мирового господства, избрав для оправдания этих преступных планов человеконенавистническую расовую теорию. Может ли иметь значение для решения вопроса об ответственности и виновности Розенберга то, что он использовал в своих целях отбросы науки и позаимствовал кое-что у Карла Люзгера, у Пауля Лагарда, графа Гобино и Лапужа, Освальда Шпенглера и Артона Миллера. Важно то, что Розенберг, собрав все эти научные отходы, довел все расовые воззрения до предела расового изумерства и в этом духе воспитывал членов фашистской партии, немецкую молодежь. И когда представителями высшей расы разрабатывались и совершались акты агрессии, когда немецкие оккупанты порабощали и уничтожали нации и народы, и когда создавались комбинаты смерти в Майданике и Освинциме, Треблинке и Хелвно, во всем этом немалая доля ответственности Розенберга. В этом сказался результат фашистской расовой идеологии, сущность которой состоит в том, что арийская, северогерманская раса есть раса господ, а все остальные расы и нации низшая порода. Защитник Розенберга говорит, трибунал должен рассматривать преступления, а не мировоззрения. Этот аргумент в отношении Розенберга явно неубедителен, ибо Розенберг не только исповедовал, но сознательно распространял и внедрял в сознание немецкого народа фашистскую расовую теорию, которая стала прямой угрозой существованию демократических государств Европы. Носителя бацил надо изолировать, а того, кто сознательно распространяет бацилы, надо судить. Преступная деятельность Розенберга не ограничивается идеологической подготовкой агрессии и проповедями человеконенавистничества. Она очень многогранна. На процессе уже была достаточно освещена деятельность внешнеполитического отдела НСДАП, ведавшего сетью полулегальной нацистской агентуры за границей, который много лет руководил подсудимый Розенберг. Влияние этой организации на внешнеполитические мероприятия гитлеровской Германии и на развязывание агрессивных войн огромное. В одном из представленных защитникам Нейрета и принятых судом документе прямо говорится, одно время в Берлине даже существовало три вида министерств иностранных дел. Министерство Розенберга, министерство Риббентропа и официальное министерство на Вильгайнштадте. Наконец, в своем реальном влиянии на внешнюю политику гитлеровской Германии и в своих заслугах в этой области указывал сам Розенберг в письме Гитлеру от 6 февраля 1938 года, когда он просил назначить его членом тайного совета министров. Я не вижу необходимости анализировать всю преступную деятельность Розенберга и, наверное, только кратко остановиться на его деятельности в качестве сначала уполномоченного фюрера, а затем имперского министра восточных оккупированных территорий. На этом поприще Розенберг наиболее активно проявил себя как участник преступного заграда. Розенберг заявляет, что он был против войны с СССР, что о подготовке военного нападения на Советский Союз он узнал от Гитлера, только когда уже все приказы по военной линии были отданы, что он никогда не имел реального влияния на внешнюю политику гитлеровской Германии. Я утверждаю, господа судьи, что все эти заявления Розенберга ничего общего не имеют в действительности. Общеизвестно, что внешняя политика национал-социалистов, изложенная в новогоднем номере 21 года газетой Феркешер Беобахтер, начинается с плана германского крестового похода против Советской России. И автор этой политики – Альфред Розенберг. Это он вместе с Гитлером, будучи инспирирован Людендорфом и Регбером, проповедуя внешнюю политику, направленную на создание антисемитской, антибольшевитской и антибританской континентальной Европы. Выступление Розенберга с планами обмена польского коридора на Украину, его дипломатические поездки в некоторые страны после прихода фашистов в власти, его неуклюжие попытки осуществить внешнеполитическую программу нацистов были широко освещены в печати. Из представленных документов видно, какую лихорадочную деятельность развил Розенберг в апреле 1941 года, в период непосредственно предшествовавший нападению Германии на СССР, когда он был назначен уполномоченным фюрера по центральному контролю над вопросами, связанными с Восточноевропейскими областями. За две недели до своего назначения Розенберг с 7 апреля 1941 года направил Гитлеру свои предложения о разделе Советского Союза на рейхском и сариаты и назначении фашистских правителей в оккупируемые области. В предложениях Розенберга фигурирует Белоруссия и Украина, Минск и Киев, Ростов и Тбилиси, Ленинград и Москва. И в качестве рейхскомиссара Москвы Розенберг рекомендовал небезызвестного Эриха Коха. Мы слышали о беседах Розенберга с Браухичем и Редером, его совещании с Функом, генералом Томасом, стать секретарем Бакке и другими по вопросам экономической эксплуатации восточных областей, во его переговорах с Риббентропом, начальником штаба СА, руководителем германской контрразведки, адмиралом Канадзе. Уже за полтора месяца до нападения на СССР он разработал инструкцию для всех рейхскомиссаров, оккупированных восточных областей, в которой он уже предусмотрел рейхскомиссариат Россия, рейхскомиссариат Кавказ, а Белорусскую республику включил в рейхскомиссариат Остланд. Розенберг пытается заверить, что он не разделял западнические и грабительские цели войны против СССР, а в качестве министра восточных оккупированных территорий чуть ли не облагодетельствовал население этих областей. Это говорится после того, как в инструкции рейхскомиссару Прибалтики и Белоруссии указывалось, что его целью является создание германского протектората с тем, чтобы впоследствии превратить эти области в составную часть Великой Германской империи путем германизации подходящих в расовом отношении элементов, колонизации представителями германской расы и уничтожения нежелательных элементов. Это говорится после того, как в другой директиве Розенберга о задачах германского управления в оккупированных восточных областях предписывается. Первой задачей является проведение интересов империи. Положения Гаагской конвенции о введении сухопутной войны не имеют действия, так как СССР надо считать уничтоженным. Поэтому допустимы также все мероприятия, которые германской администрации кажутся необходимыми и удобными. Розенберг поторопился объявить СССР уничтоженным. Он проболтался, выдал свои тайные замысли. Но этот документ является неопровержимым доказательством, отметающим все попытки подсудимого переложить ответственность за чудовищные преступления, творившиеся немецко-фашистскими западщиками на оккупированной территории СССР, на отдельных чиновников и полицейских, на Коха и Гиммлера. Это Розенберг разрешил попирать решение Гаагской конвенции и принимать все мероприятия, применять все мероприятия, которые окажутся удобными. Когда Кох для своего удобства уничтожил население целого района Цуман, то действовал в духе этой директивы Розенберга. Розенберг здесь говорил о своих разногласиях с Кохом, о том, что он придерживался гуманной политики и даже ввозил сельскохозяйственные машины. Если Розенберг и возражал иногда против действий Коха, то только потому, что боялся преждевременной огласки, боялся, что беспримерное издевательство Коха над украинским народом вызовет усиленное движение сопротивлений, негуманностью, а боязнью руководствовался при этом Розенберг. Подлинная политика Розенберга изложена во многих документах, ставших теперь известными в мировой общественности и имеющихся в делах трибунала. В официальной заметке для фюрера от 16 марта 1942 года Розенберг писал о целях германской политики на оккупированных территориях СССР и прежде всего на Украине. Это использование полезных ископаемых в определенных областях, создание немецкой колонии. Никакого искусственного интеллектуального развития населения, а сохранение его как рабочей силы. В докладе о преобразовании Кавказа Розенберг писал «Проблема Востока состоит в том, чтобы перевести балтийские народы на почву немецкой культуры и подготовить широко задуманные военные границы Германии. Задача Украины состоит в том, чтобы обеспечить продуктами питания Германию и Европу и снабжение континента Сирьон. Задача Кавказа прежде всего является политической задачей и означает расширение континентальной Европы, руководимой Германией, от Кавказского перешейка на Ближний Восток». Я хочу напомнить, наконец, что никто иной, как Розенберг, выступая на застании Германского трудового фронта по вопросу о политике на оккупированных территориях, СССР говорил, «Видимо, если подчинить себе эти народы, то произвол и тирания будут чрезвычайно подходящей формой управления». Защита утверждает, что Розенберг и его Эйнзадштаб занимались не разграблением культурных ценностей, а их сохранением. Это также не имеет ничего общего с правдой, как установлено оглашенным на суде многочисленными документами уже в апреле 1941 года. То есть за два с лишним месяца до нападения на Советский Союз Розенберг готовил специальные команды, создавал штабы, разрабатывал планы вывоза культурных ценностей из Советского Союза. 16 октября 1941 года в письме Гитлеру Розенберг указывает, «Теперь я дал указание аналогичному оперативному штабу моего аппарата провести выполненную на Западе работу также в оккупированных восточных областях». Имея образовавшуюся таким образом общую картину, можно было удовлетворить все справедливые желания и требования Великой Германской империи. На этой основе я бы взял на себя также гарантирование того, чтобы все произведения искусства, которые могут быть использованы для ваших личных планов в отношении музея в Линце и других музеев, действительно были использованы в этих целях. Розенберг 17 октября 1941 года писал Ламнесу, что для транспортировки учтенного его организациями добра понадобилось 1,418,000 железнодорожных вагонов, а 427,000 штон, кроме того, было перевезено водным путем. В этом же письме Розенберг писал, что из-за фачных товаров отправлено в Германию 9,000 вагонов сельскохозяйственных и прочих машин. И после этого он смеет говорить о каких-то машинах, якобы ввезенных на Украину. И последнее. О смехотворной теории так называемого благородного антисемитизма Розенберга. Нелепо полемизировать с защитниками Розенберга, утверждавшим, что существует благородный антисемитизм, не тем более с самым Розенбергом. В своем заявлении перед трибуналом я обратил внимание на фашистскую пропаганду, содержащуюся в защитительной речи. Сейчас я хочу напомнить суду содержание двух документов Розенберга. В директиве от 29 апреля 1941 года он писал, общее разрешение еврейской проблемы должно сейчас проводиться методом временного разрешения ее. Рабский труд для евреев, создание гетто и так далее должно быть разрешением этой проблемы. Еще более цинично, еще более откровенно, Розенберг, будучи министром восточных оккупированных областей, высказался в ноябре 1942 года на заседании Германского рабочего фронта. «Мы не должны, — говорил Розенберг, — довольствоваться тем, что евреи будут выселены в другое государство, и, может быть, там или здесь будет находиться большое еврейское гетто. Нет, наша цель должна оставаться прежней. Еврейский вопрос будет разрешен в Европе и Германии только в том случае, если на европейском континенте не останется больше евреев». И все эти операции Котбус, истребление евреев в городах Прибалтийских республик, на Украине, в Белоруссии, все производилось на основе установок Розенберга и с его согласием. В 1937 году Розенберг получил германскую национальную премию. В связи с этим фашистская печать о нем писала. «Альфред Розенберг блестяще помог своими книгами заложить научные и духовные основы, усилить и укрепить философию национал-социализма. Только будущее сумеет полностью оценить глубину влияния этого человека на философские основы национал-социалистского государства. И это будущее стало настоящим. И я уверен, что трибунал надлежащий оценит и не только влияние Розенберга на философские основы национал-социалистского государства, но и его активную роль во всех преступлениях против мира и человечности, совершенных гитлеровцами». Юрист по образованию, подсудимый Ганс Франк, был тем, кто любил говорить о рецепции старонемецкого права для немцев, о принципах справедливости для избранных и о праве избранных на уничтожении народов и государствах. В 1939 году именно этому человеку, длительное время растлевающему немецкую юридическую мысль, Гитлер верил в судьбу порабощенной Польши. Франк прибыл в Польшу для того, чтобы практически осуществить на территории страны с многовековой историей и самобытной высокой культурой программу порабощения и уничтожения народа, который гитлеровцы считали навсегда покорённым. Я хотел бы напомнить суду некоторые высказывания Франка, относящиеся к первым месяцам его пребывания в Польше, взятые из его так называемого дневника. Вряд ли стоит полемизировать с защитником о доказательной силе этого документа. Сам Франк заявил следователю, что это документ исторического значения и на вопрос, является ли истинными все утверждения, содержащиеся в дневнике, ответил, это полностью соответствует тому, что мне известно. 19 января 1940 года Франк с циничной откровенностью заявил на совещании руководителей отдела. 15 сентября 1939 года я получил задание принять на себя управление завоёванными восточными областями и чрезвычайный приказ беспощадно разорять эту область как территорию войны и как трофейную страну, сделать её грудой развалин с точки зрения её экономической, социальной, культурной и политической структуры. 31 октября 1939 года в присутствии Геббельса на совещании руководящих сотрудников генерал-губернаторства он заявил, следует совершенно чётко выделить различия между германским народом, народом господ и поляками. Он вспомнил тогда и о польской культуре, о которой, как говорил здесь защитник Зайдл, Франк проявлял много заботы. Он заявил, полякам можно предоставить только такие возможности образования, которые доказывали бы безнадёжность судьбы их народа. Речь может идти поэтому о плохих фильмах или о таких, которые демонстрируют величие и мощь немцев. Одним из первых распоряжений Франка был приказ о расстреле заложников. Затем подобные приказы стали исчисляться сотнями и тысячами, пока не закончились наконец изданием постановления от 2 октября 43-го года. 10 ноября 39-го года Франку донесли о том, что близится день польской независимости. И на некоторых домах были вывешены плакаты, напоминавшие полякам о дне их национального праздника. Тогда в дневнике Франка появилась запись. Господин генерал-губернатор распорядился о том, чтобы из каждого дома, на котором остаётся висеть такой плакат, расстреливали одного жителя мужского пола. Поляк должен чувствовать, что мы для него не намерены строить правовое государство. Приведенный нами короткий отрывок из речи Франка на совещании руководителей отделов генерал-губернаторства характеризует этого гитлеровского юриста значительно лучше, чем обширные выдержки из его парадных речей, которые мы вынуждены были выслушивать здесь. Преступная деятельность Франка в Польше настолько многообразна, что нет никакой возможности в краткой речи восстановить перед судом все многочисленные доказательства выновленности Франка, предъявленные в этом зале и, очевидно, свежие ещё в памяти судей. Но преступность деятельности Франка в Польше нужно выделить главные. И этим главным является преступная деятельность Франка как убийцы миллионов людей. Конечно, он грабил. Он был уполномоченным Геринга по четырехлетнему плану и грабил, так сказать, по должности. Он послал более двух миллионов поляков на каторгу в Германию. Только на предположение о том, что кроме адвоката никто не изучал дневник Франка, могут покоиться попытки защиты представить Франка врагов насильственных методов верболки. Ибо Франк никуда не может уйти от таких документов, как протокол заседания руководителей отделов от 12 апреля 40-го года, от записей совещания с Гаулейтером Заукелем 18 августа 42-го года, от стенограммы совещаний с Бюлером, Крюгером и другими 21 апреля 40-го года. Но он посылал на каторгу людей для того, чтобы выжать из них все возможное в интересах Рейха перед тем, как обречь их на смерть. Режим, установленный Гансом Франком в Польше, на всех стадиях временного немецкого господства в этой стране был бесчеловечным режимом умерщвления миллионов людей различными, но однаково преступными методами. Не случайно, как убедился в том суд, на недавно прозвучавших в этом зале показаний бывшего заместителя бургомистра Смоленска профессора Базилевского, на режим, установленный Франком в Польше, как пример для своих действий, ссылались те же немецкие фашистские убийцы, которые уничтожили 11 тысяч пленных польских офицеров в Капинском лесу. Я считаю особенно важным подчеркнуть здесь, как представлялась Франку политика в отношении польского населения после войны. Ситирин. Я настоятельно обращаю внимание на то, говорил Франк, что в данном случае заключение мира в этом обращении ничего не изменится. Этот мир будет означать, что мы тогда, как мировая держава, будем еще интенсивнее, чем до сих пор, проводить в жизнь нашу общую политическую линию. Он будет означать, что мы должны будем проводить колонизацию в еще более грандиозном масштабе, но ничего в принципе не измените. Это говорилось в 1940 году, когда Франк замещал первое массовое убийство польской интеллигенции, так называемую операцию АДА. В 1944 году на совещании сельскохозяйственных фюреров в Закопане Франк сказал, если бы мы выиграли войну, то тогда, по моему мнению, поляков и украинцев и все то, что околачивается вокруг генерал-губернаторства, можно превратить в рубленное мясо, лишь бы удержать их во время войны в подчинении. Пусть будет, что будет. Уже не от Франка зависело то, что в 1944 году он, мечтая о том, как обратить поляков и украинцев в рубленное мясо, должен был добавить неопределенную формулу, если бы мы выиграли войну. В это время он не мог уже быть столь определенным в своих выражениях, как 2 августа 1943 года, когда на приеме оратора в НСДАП в королевском зале Краковского дворца Франк заявил о судьбе уничтоженных польских евреев. Здесь мы начали с 3,5 миллионов евреев. Сейчас от них осталось лишь несколько рабочих рук. Все другие, скажем мы, когда-нибудь эмигрировали. Как сам Франк, так и его защитник пытались утверждать, что подсудимый ничего не знал о происходившем в концентрационных лагерях генерал-губернаторства. Однако в том самом секретном рапорте Франка на имя Гитлера, который пыталась использовать в интересах Франка защита, можно найти подтверждение того, что Франк был отлично информирован о происходившем в концлагерях. Там говорится, большая часть польской интеллигенции не поддается влиянию известий из Катыни и противопоставляет немцам подобные же злодеяния в Освенцине. Затем Франк приводит в высшей степени характерную фразу, описывая реакцию польских рабочих на провокационные сообщения немцев о Катыни. Цитирую. «Ведь имеются же концентрационные лагеря в Освенциме и Майданике, где массовые убийства поляков производились по конвейеру». И далее. Сегодня, к сожалению, польская общественность и интеллигенция сравнивают Катынь с массовой смертностью в германских концентрационных лагерях и с расстрелами мужчин, женщин, даже детей и стариков при проведении кумулятивных наказаний в районах. После секретного рапорта на имя Гитлера не было никакого нового курса Франка. Наоборот, Франк издал то свое постановление от 2 октября 1943 года, которое сам подсудимый при допросе его защитникам назвал ужасным. После введения в действие этого постановления жертвами его стали многие тысячи невиновных людей. Число казненных все увеличилось, пока в Варшаве не достигло 200 человек, единовременно расстреливаемых за одну казнь. То же самое происходило на улицах всех польских городов, где так называемые полицейские суды осуществляли казни, как сказано в тексте самого постановления, немедленно за приговором. Обреченные насмерть привозились на место казни, одетую в одежды из бумаги, с губами заклеенными пластырем или ртом, наполненным алебастром, обескровленные в тюрьмах на правительственном заседании в Кракове 16 декабря 1943 года, где Франк с удовлетворением констатировал, что казни имели благоприятные последствия, одновременно обсуждался другой вопрос. В протоколе этого совещания сказано, нужно обсудить, не является ли возможной организация особых мест для казни, так как установлено, что польское население стекается к доступным местам казни, набирает в сосуды, пропитанную кровью, землю и несет ее в церкви. Защита пыталась здесь говорить о бесконечных разногласиях Франках с полицией, который был якобы не согласен с ее действием. Посмотрим, что за разногласия. Первая же зонда, реакция, произведена в Польше, а именно операция АБ, физическое уничтожение нескольких тысяч польских интеллигентов было произведено не по инициативе полиции, а по инициативе самого Франка. Согласно декрету Гитлера от 2 мая 42-го года руководитель полиции был подчинен генерал-губернатору. Когда между Франком и начальником полиции Крюгером действительно начались некоторые разногласия, то с поста начальника полиции должен был уйти Крюгер, а Франк остался генерал-губернатором Польши. Что касается сменившего Крюгера обергруппенфюрера Коппе, то кто, как не Франк, 16 декабря 43-го года выразил ему благодарность за расстрел заложников, признательность за его плодотворную работу и с удовлетворением отметил, что во главе полиции в генерал-губернаторстве стоит крупнейший специалист. Непонятно, о каких разногласиях Франка с полицией говорил адвокат Зайдов. Защита пыталась даже изобразить Франка своеобразным мирным антисемитом, который, хотя и отрицательно относился к еврейскому народу, но не только не организовал сам убийств евреев, но даже и не подстрекал к ним. Непостижимо. Как в таком случае могут быть истолкованы защитникам следующие слова Франка? Евреи это раса, которая должна быть уничтожена. Где бы мы не поймали хотя бы одного, с ним будет покончено. Или заявление на правительственном заседании от 24 августа 42-го года, когда он говорил то, что мы приговариваем голодной смерти 1,2 миллиона евреев, само собой понятно. Разумеется, что если эти евреи не умрут с голоду, то это, вероятно, вызовет как следствие ускорение активизации мероприятий, направленных против евреев. Преступная деятельность палача польского народа Франка привела к гибели миллионов людей. Вы видите, как работают государственные органы. Вы видите, что они ни перед чем не останавливаются и ставят людей дюжином и к стенке. Так сам Франк характеризовал насажденный им в Польше режим кровавого террора на совещании штандартфюреров 18 марта 42-го года. Я не постеснялся заявить, что за одного убитого немца будет расстреляно до 100 поляков. Эти слова были произнесены Франком 15 января 44-го года на заседании политических руководителей НСДАП. Если бы я пришел к фюреру и сказал ему, мой фюрер, я докладываю, что я снова уничтожил 150 тысяч поляков, то он бы сказал, прекрасно, если это было необходимо, заявил 18 марта 44-го года, произнося речь в рейскофе тот самый Франк, который ныне пытается уверить суд в том, что имел какие-то принципиальные расхождения с Гитлером и Гиммлером. Хе заявления, которые сделал Франк в первые месяцы своего пребывания в Польше, были настоящей программой убийств, осуществляемых подсудимым планомерно, методично и беспощадно. Франк, конечно, хорошо понимал, что в случае, если война не принесет победы, ему придется нести ответственность за преступления, совершенные в Польше, за участие в фашистском заговоре. Еще в 43-м году на соседании с сообщниками Франк говорил об этом. И надо отдать должное, он как юрист гораздо более правильно представлял и формулировал понятие преступного заговора, чем некоторые адвокаты на этом процессе, которые, опираясь на устарелые понятия, пытаются оспаривать обоснованность обвинений в заговоре. На этом правительственном заседании совместно с полицией 25 января 43-го года тогдашний генерал-губернатор заявил гиеном Гиммлера. Я хотел бы подчеркнуть одно, мы не должны же манничать, когда слышим о 17 тысячах расстрелянных. Эти расстрелянные тоже являются жертвами войны. Давайте вспомним сейчас, что все мы, собравшиеся здесь, фигурируем в списке преступников господина Рузвельта. Я имею честь быть номером первым. Мы стали, так сказать, сообщниками в масштабах мировой истории. Именно поэтому мы должны держаться вместе и разделять общие идеи, и было бы просто смешно, если бы мы стали выносить ссоры из избы, касающиеся споров о методах. Этот призыв к убийствам очень далек от бесконечных споров с полицией, о которых говорил здесь защитник Франков. Подсудимый ошибся в одном, он неверно определил свое место на скамье подсудимых, но он не ошибся в основном, как преступник в масштабах мировой истории он сел на скамью подсудимых. С именем подсудимого Вильгельма Фрика неразрывно связана история развития фашистского движения в Германии и многочисленные преступления гитлеровцев. В качестве министра внутренних дел гитлеровского правительства Фрик участвовал в издании многочисленных законов, указов и других актов, направленных на уничтожение в Германии демократии, преследование церкви, дискриминации евреев и так далее. В этой роли подсудимый Фрик активно способствовал созданию в Германии гитлеровского тотального государства. В течение ряда лет в подчинении подсудимого Фрика находилась получившая мрачную известность германская государственная тайная полиция Гестапо. Никем иным, как подсудимым Фриком в 1940 году был издан приказ об уничтожении душевнобольных и престарелых. В качестве министра внутренних дел гитлеровской Германии Фрик, как показал об этом суде и свидетель Гезевиус, был полностью осведомлен о широкой развитой Третьей империи системе концентрационных лагерей и осуществовании в нем изуверском режиме. Значительная роль принадлежит подсудимому Фрику в подготовке и осуществлении агрессивных планов гитлеровского правительства. Он являлся членом Совета Министров по обороне империи и генеральным и полномоченным по вопросам администрации. Все документы, которые гитлеровские заговорщики, узаканивали присоединение к Германии захваченных территорий, в числе других гитлеровских главарей были подписаны также подсудимым Фриком. Лично подсудимый Фрик в качестве протектора Богемии и Моравии несет ответственность за все преступления, совершенные гитлеровцами на этой территории. Возглавляемое подсудимым Фриком Министерство внутренних дел после мироломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз приняло самое активное участие в создании администрации на захваченных территориях СССР. Из числа служащих Министерства внутренних дел в основном комплектовался аппарат немецких оккупационных властей на Востоке. Нет необходимости повторять, какую роль в истреблении, угоне в рабство и других бесчеловечных действиях в отношении мирного населения оккупированных территорий сыграл этот аппарат, созданный при самом активном участии подсудимого Фрик. За все эти преступления Фрик, как активный и полный ответственность. Несмотря на то, что в годы войны подсудимый Юлиус Штрейхер формально не занимал должностей, непосредственно связанных с осуществлением убийств и массовых казней, трудно переоценить преступления, совершенные этим человеком. Наряду с Гиммлером, Кальтербрунером, Полем, теми, кто замышлял, конструировал и приводил в действии газовые камеры душегубки, наряду с теми, кто непосредственно осуществлял массовые акции, Штрейхер должен нести ответственность за наиболее жестокие преступления германского фашизма. Разжигание национальной и расовой розни, воспитание извращенной жестокости и призыв к убийствам были не только долголетней партийной обязанностью, но и доходной специальностью этого человека. И не случайно так высоко расценил заслуги Дерштюрмер и его главного редактора Гиммлер в своем известном уже суду приветствии Штрейхеру, датированном апрелем 1937 года. Штрейхера можно считать подлинным духовным отцом тех, кто разрывал надвое детей в Треблинке. Берштюрмера и его редактора германский фашист не смог бы так быстро воспитывать те массовые кадры убийц, которые непосредственно осуществляли преступные планы Гитлера и его клики, уничтожая более 6 миллионов евреев в Европе. В течение длинного ряда лет Штрейхер духовно расслевал детей и молодежь Германии. В суду были представлены гнусные детские издания Штюрмера. И поэтому вместе с Бальдером фон Ширах Штрейхер должен нести ответственность за то, что морально изуродованный им Гитлер-Юген использовала в качестве мишени еврейских детей, гетто. Не случайно фон Ширах так высоко оценил исторические заслуги Штрейхера. Изуверские Нюрнбергские законы были для этого ютофоба номер один, как он сам называл себя, и организатора первых еврейских погромов лишь началом борьбы. Как помнит суд, после издания этих законов Штрейхер призывал к физическому уничтожению евреев в Европе. Писал «Только тогда, когда мировое еврейство будет уничтожено, эта проблема будет разрешена». Я не стану возвращаться также к тем лживым и позорным ритуальным номерам Штюрмера, которые должны были натравить эсэсовцев на убийство миллионов беззащитных людей и оправдать любые зверства в отношении евреев. Эти доказательства виновности Штрейхера предъявлены суду в числе других общеизвестные и без спорта. В 1939 году он, предвкушая Майданек и Треблинку, писал о том, что, возможно, только могилы евреев заявят о том, что они существовали в Европе. В 1943 году, когда газовые камеры Треблинки и Освенцима уже принимали миллионы жертв, Штюрмер было опубликованы статьи, подстрекающие к ликвидации гетто, статьи, полные лжи и злорадства. И, наконец, Штюрмер с садистским удовлетворением константировал «Евреи в Европе исчезли». Штрейхер лгал всю свою жизнь. Он пытался лгать и здесь во время суда. Я не знаю, рассчитывал ли он обмануть кого-нибудь этой ложью или лгал по привычке и от страха. Но кажется мне, что самому подсудимому должно быть ясно, его последняя ложь уже никого не обманет и не принесет ему спасения. Подсудимый Гельмар Шахт играл выдающуюся роль в подготовке и осуществлении преступных планов фашистского заговора, выполняя большую и сложную работу. Защитительная позиция Шахта чрезвычайно проста. Если ему поверить, он пришел к гитлеризму исключительно из патриотических побуждений, он был против агрессивных войн, но за вооружение Германии с целью сохранения мира, он был за возврат Германии колоний с целью установления экономического равновесия в Европе. Убедившись в том, что политика гитлерского правительства преследует чрезмерное вооружение и таким образом угрожает развязыванию Второй мировой войны, Шахт перешел в оппозицию Гитлеру, саботировал мероприятия гитлеровского правительства и в результате, как участник заговора против Гитлера был репрессирован. Такова защитительная оппозиция Шахта. Свои восторженные письма, адресованные Гитлеру и полные выражения преданности под судьями Шахт пытается сейчас представить как метод маскировки его подлинных оппозиционных настроений гитлеровскому режиму. На самом деле Шахт уже в 30-м году сблизился с фашистским движением. Шахт тяготел к национал-социалистам, а Гитлер и Герн добывались поддержки Шахта, который имел обширные связи в промышленных и финансовых кругах Германии, как никто иной, мог оказать и в действительности указал неоценимые услуги гитлерызма. Уже 29 августа 1932 года в своем письме на имя Гитлера Шахт заверял его в своей преданности. Эти заверения не остались словами. Никто иной, как именно подсудимый Шахт сыграл решающую роль в приходе Гитлера к власти. Именно он, Шахт, был организатором обращения промышленных кругов Германии с требованием назначения Гитлера рейс-канцлера. Именно он, Шахт, еще в 1932 году заявил тогдашнему рейс-канцлеру Германии фон Паппену «Отдайте свой пост Гитлеру». Именно он, Шахт, в 1933 году накануне выборов в Рейхстаг организовал совещание промышленников, на котором был создан выборный фонд для фашистской партии в несколько миллионов марок. Роль и значение Шахта в создании гитлеровской Германии характеризует ближайший сподвижник Гитлера Геббес. В своем дневнике он написал 21 ноября 1932 года. В беседе с доктором Шахтом я убедился, что он полностью отражает нашу точку зрения. Он один из немногих, кто полностью согласен с позицией фюрера. Сам подсудимый Шахт в своем выступлении на всемирной ярмарке в Лейпциге 4 марта 1935 года так определил свою роль в гитлеровском государстве. Я могу уверить, что все, что я говорю и делаю, имеет полное согласие фюрера и что я ничего не буду делать и говорить, что не получит одобрение фюрера. Таким образом, хранителем экономического разума являюсь не я, а фюрер. Заслуга подсудимого Шахта была, как это и ожидал сам Шахт, достойно оцененный Гитлером. После прихода к власти в 1938 году Гитлер сразу же назначил Шахта председателем Рейхсбанка, а затем министром экономики и, наконец, генеральному полномочию по вопросам военной экономики. Материалами обвинения и судебным следствием доказана исключительная роль подсудимого Шахта в подготовке вооружения Германии и тем самым в развязывании агрессивных войн. Бывший военный министр Бломберг в своих показаниях сообщил, что в 1937 году планы развития вооруженных сил были близки к выполнению и что Шахт был информирован об этих планах и необходимым финансированием. Шахт являлся одним из наиболее последовательных сторонников преступных планов Гитлеровцев. В беседе с послом США Фуллером 23 сентября 1936 года Шахт заявил ему колонии необходимы Германии. Если возможно, мы приобретем их путем переговоров. Если нет, мы захватим их. Выступая в день и в марте 1938 года Шахт заявил, слава Богу, это не могло помешать великому германскому народу продолжать свой путь потому, что Адольф Гитлер объединил германскую волю и германскую мысль. Он подкрепил это вновь усиленными вооруженными силами и в конце концов он придал внешнюю форму внутреннему единству между Германией и Австрией. Подсудимый Шахт был наделен чрезвычайным полномочием в области военной экономики. В течение ряда лет Шахт одновременно являлся председателем Рейсбанка, министром экономики и генеральным полномочием по вопросам военной экономики. Уже в силу одного этого своего положения подсудимый Шахт сыграл огромную и решающую роль в создании и возрождении военной экономики и вооруженных сил Гитлеровской Германии. Эта роль подсудимого Шахта достаточно освещена в неоднократных полемных письмах Гитлера к Шахту. Никто иной как подсудимый Шахт являлся создателем монотюристического метода МФО, при помощи которого в германскую экономику на цель вооружения было вложено в сверхбюджетных осягнований 12 миллиардов марок. Как уже указывалось выше, подсудимый Шахт пытался в разные периоды его деятельности подчеркнуть свои будто бы обострявшиеся разногласия с гитлеровским режимом. На самом деле Шахт проводил двойную игру, предохранял себя от ответственности за преступную политику взорвавшегося гитлеровского правительства, заигрыванием с людьми, действительно стремившись к свержению гитлеровского режима, и в то же время сохранял на всякий случай свою лояльность к этому режиму. Только в 43-м году, когда для такого прожженного политикана, как Шахт, стал очевиден крах гитлеровской Германии, он установил связь с оппозиционными к этому режиму кругами, но оставаясь верен себе и страхуя себя, и в этом случае ничего реального для свержения гитлеровского режима лично не сделал, и именно поэтому был сохранен Гитлером. Таков облик подсудима Шахта, такова его роль в общем заговоре и военных преступлениях, роль творца военной экономики гитлеровской Германии и поджигателя развязанной преступным германским правительством Второй мировой войны. Вальтер Фунг стал фашистом задолго до своего официального вступления в 1931 году членом НСДП и оставался фашистом до конца. Свои экономические знания, свой опыт журналиста, свои обширные связи с руководителями германской промышленности, торговли и финансов он поставил на службу гитлеровским заговорщиком. В опубликованной в газете «Das Reich» от 13 августа 1943 года статье под названием «Вальтер Фунг пионер национал-социалист комышления» указывалось. Вальтер Фунг остался себе верен потому, что он был, есть и будет национал-социалистом, борцом, посвящающим все свои труды победе идеалов фюрера. Каковы были идеалы Гитлера достаточно хорошо известны. Этим идеалом Фунг посвятил полтора десятка лет своей жизни. Фунг утверждал, что он ничего общее не имел с СС на никто иной как Фунг превратил кладовые рейхсбанка в место хранения ценностей, награбленные эсэсовцами в восточных и других оккупированных областях. Лично Фунг после переговоров с Гиммлером распорядился принят в рейхсбанк золотые зубы, коронки, оправе от очков и другие ценные вещи замученных жертв многочисленных концлагерей. Заместителем Фунга был группенфюрер СС Хойлер. Под руководством Фунга работал Олендорф, убийца 90 тысяч человек. Фунг продолжал мероприятие шахта, поставил на службу агрессивным планом гитлеровцев всю экономику Германии, а впоследствии и экономику территорий оккупированных Германией. Еще в мае 1939 года Фунг и его заместитель Ландфред разработали планы военного финансирования и использовали для войны всех экономических ресурсов Германии и запаченные немцами Чехословакии. 23 июня 1939 года Фунг участвует в заседании Имперского Совета Обороны, на котором были приняты детальные планы перевода всего народного хозяйства на военные рельсы. Уже тогда Фунг не только был осведомлен о готовящемся нападении Германии на Польшу, не только способствовал осуществлению этих агрессивных планов, но и экономически подготавливал новые войны запад новых областей. Это и были большие политические цели фюрера, о которых спустя несколько месяцев Фунг писал в своей статье «Хозяйственная и финансовая мобилизация». Я напомню еще об одном документе. 25 августа 1939 года Фунг писал Гитлеру переданное мне господином фельдмаршалом Герингом весть о том, что мой фюрер вчера вечером в основном одобрил подготовленные мной мероприятия по финансированной войне, по образованию цен, тарификации заработной платы и по проведению подписки на принадительные пожертвования меня глубоко осчастливили. Задолго до вероломного нападения Германии на СССР Фунг принял участие в разработке планов по разграблению богатств Советского Союза. Фунг прикомандировал к министерству Розенберга и хозяйственному штабу ОСТ, грабительскому центру своих сотрудников. Люди Фунга принимали также участие в разграблении Чехословакии, Югославии и других оккупированных странах. Фунг являлся президентом компании Continental Oil, организованной для экспортации немцами нехтяных богатств восточных оккупированных территорий, в особенности Грозненской и Баклинской нефти. Фунг полностью разделял грабительские цели войны гитлеровской Германии против СССР. выступая 17 декабря 1941 года в Праге он говорил, что Восток является будущей колониальной областью Германии. Фунг принимал участие в совещании Геринга под чисто августа 1942 года, на котором намечались наиболее эффективные меры экономического разграбления оккупированных территорий СССР, Польши, Чехословакии, Югославии, Франции, Норвегии и других стран. На этом совещании, а также на заседании Управления Центрального Планирования Фунг принимал участие в разработке планов угонов рабства миллионов людей оккупированных областей. Таковы основные этапы активной преступной деятельности гитлеровского заговорщика, подсудимого Фунга, личного советника Гитлера по экономическим вопросам еще в 1931 году, имперского министра и генерального уполномоченного по вопросам экономики, президента Рейхсбанка и члена Имперского Совета Обороны в период подготовки и осуществления общего преступного плана. Виновность Фунга, активного участника фашистского заговора в совершении преступлений против лиц, в участии в военных преступлениях, в преступлениях против человечности полностью доказана и он должен понести ответственность за совершенные им злодеяния. С 31-го года и до конца войны подсудимый Бальдуф фон Ширах возглавлял руководство нацистской молодежи. После издания 1-го декабря 36-го года закона о гитлеровской молодежи фон Ширах в качестве имперского руководителя молодежи был подчинен непосредственно Гитлеру. В своих показаниях на суде подсудимый Ширах пытаясь избежать ответственности за воспитание немецкой молодежи в духе национал-социалистских идей неоднократно ссылался на то, что Гитлер-Юген являлась самостоятельной, независимой от фашистской партии и гитлеровского правительства молодежной организации. В целях своей защиты подсудимый Ширах счел возможным и уместным сослаться на великого Готте, слова которого «сама юность воспитывает молодежь» с неприкрытым цинизмом были использованы Ширахом. Готте был, конечно, прав, когда говорил, что сама юность воспитывает молодежь, но он имел в виду здоровую, полноценную, жизнедеятельную юность, а не юность, растленную мракобесием гитлеризма, ярко выражены слова Гитлера, сказанных им раушьем. Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир, молодежь резкую, требовательную, жестокую. Я этого хочу. Молодежь должна обладать всеми этими качествами. Она должна быть безучастной к страданию. В ней не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя. И подсудимый Ширах методически внедрял идеи гитлеризма в сознание немецкой молодежи и воспитывал немецкий молодежь в духе требований Гитлера по образцу и подобию матерых вожаков гитлеровской банки. На перекрестном допросе подсудимый Ширах в конце концов все же вынужден был признать, что немецкая молодежь воспитывалась в духе национал-социалистских идей, что к ее воспитанию были привлечены члены СА, офицеры немецких вооруженных сил и СС, что в гитлеровской Германии проводилась усиленная военная подготовка молодежи. В этих целях Гитлерюген и ОКВ в лице подсудимого Кейтеля и Рейхсфюрера СС Гиммлера были заключены специальные соглашения, предусматривавшие воспитание молодежи в духе воинственного милитаризма и соответствующую вербовку и подготовку молодежи для германских вооруженных сил и соединений СС. Роль и участие подсудимого фан Шираха в общем заговоре военных преступлениях и преступлениях против человечности лучше всего характеризуется поведением во время войны немецкой молодежи, воспитанной в Гитлерюген. Советским обвинением было представлено трибуналу под номером СССР-6 порядка статьи 21-го встава сообщение с чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немцев на территории Львовской области. В этом сообщении приводилось заявление французской подданы Иддевассо об изуверской расправе членов Гитлерюген над малолетними детьми, из которых они делали мишени для стрельбы. В своих письменных показаниях от 16 мая 46-го года, а также в ответах на опросный лист защитника подсудимого Шираха, Идевассо полностью подтвердило свое заявление. Убедительные показания о действиях членов Гитлерюген в составе немецких вооруженных сил были даны военно-пленным немецким солдатам Гертам Кинтель, который сам с 38-го года являлся членом Гитлерюген и в возрасте 18-ти лет в 42-м году был признан немецкой армией. Описывая свое участие в многочисленных злодеяниях, Герт Кинтель сообщил, В местечке Лапальск наша рота в июне 43-го года подожгла дом с находившимися там людьми. Всех, пытавшихся выпрыгнуть из дома, мы расстреливали. Только одну старуху не расстреляли, так как на наших глазах она сошла с ума. За все эти преступления несет полную ответственность в Мерсте с Гертами Кинтель и десятками тысячам подобных и подсудимый фон Ширах. Сам Ширах, конечно, не стрелял, не занимался поджогами, но это он вложил в руки оружие морально развращенное им и подготовленное к осуществлению любых зверств немецкой молодежи. Но не только этими преступлениями исчерпывалась преступная деятельность Гитлер-Югент и подсудимого Шираха во время войны. Гитлер-Югент активно участвовал в подготовке агрессивных войн путем создания пятых колонн в Польше и Югославии, о чем свидетельствуют представленные трибуналу в официальные доклады польского и югославского правительств. Организация Гитлер-Югент принимала активное участие в мероприятиях Министерства оккупированных восточных территорий, о чем свидетельствует представленный трибуналу под номером 1039 ПС отчет подсудимого Розенберга, а также активно участвовала в угоне в рабство из оккупированных территорий детей в возрасте от 10 до 14 лет, о чем свидетельствует представленный трибуналу документ 031 ПС. Будучи имперским наместником и гаулейтером Вены Широх принимал личное руководящее участие в выселении из Вены 60 тысяч евреев, которые затем были истреблены в концентрационных лагерях Польши. Предъявленные обвинением документы еженедельные отчеты, поступавшие к Широху, устанавливают, что он был осведомлен о многочисленных злодеяниях, чинимых немецкими войсками и оккупационными властями на Востоке, и в частности о трагической судьбе насильственно вывезенных из Вены десятков тысяч евреев. Подсудимый Широх в 40-м году требовал в своей телеграмме на имя Бормана в ответ на убийство Балача Богемии Моравии Гейдриха уничтожить воздушной бомбардировкой один из культурных городов Великобритании. Одна эта телеграмма достаточно ярко и убедительно рисует моральный облик под Широха, преданный до конца гитлеровской клике, осведомленный о всей ее преступных целях, которых сам принимал самое активное участие в подсудимых фан Широх являлся одной из наиболее зловещих фигур Третьей империи. Господа судьи, я уже указывал в своей вступительной речи, что в длинной цепи одных преступлений немецко-фашистских западщиков особое место занимал насильственный угон в Германию на раб труп мирных граждан мужчин, женщин и детей. Подсудимому фрицу Заукелю принадлежит решающая роль в этом мрачном преступлении. В судебном заседании во время перекрестного допроса подсудимый Заукель был вынужден признать, что в промышленности и частично сельском хозяйстве Германии во время войны было использовано около 10 миллионов подневольных рабочих, как вывезенных из оккупированных территорий, так и из числа военнопленных. Признавая вывоз Германию из оккупированных территорий, миллионов рабочих и использование их прежде всего в интересах военной экономики гитлеровской Германии, Заукель отрицал преступный характер этих действий, утверждая, что вербовка рабочих производилась будто бы добровольно. Это не просто ложь, но и клевета на миллионы честных патриотов Советского Союза, Чехословакии, Югославии, Польши, Франции, Голландии, преданных своей родине, насильственно угнанных на рабский труд гитлеровскую Германию. Попытки подсудимого Заукеля представить свою роль в качестве генерального уполномоченного по использованию рабочей силы как лица только координирующего и инспектирующего деятельность других государственных органов по использованию рабочей силы являются несостоятельными. В качестве генерального уполномоченного по использованию рабочей силы Заукель был наделен Гитлером чрезвычайными и всеобъемлющими правами и был подчинен своей деятельности непосредственно и лично Гермину. И Заукель широко использовал эти полномочия для ввоза в Германию рабочей силы из оккупированных территорий. Нет нужды ссылаться на многочисленные документальные доказательства представленные трибуналу и с бесспорностью устанавливающие преступный характер массового угона в рабство населения оккупированных территорий и организаторскую роль в этих преступлениях подсудимого Заукеля. Насколько далеко зашли эти преступления свидетельствует проведение проведенное немецкими военными и гражданскими властями операция зашифрованная под названием Сено которая предусматривала насильственный угон в рабство детей в возрасте от 10 до 14 лет и угон украинских девушек предназначенных Гитлером для онемечивания. Подсудимый Заукель пытается уверить трибунал в том что он будто бы строго выполнял требования Женевской и Гаахской конвенции об использовании труда военнопленных однако его же собственные директивы полностью разоблачают его ложь подсудимый Заукель заранее планировал принудительное использование советских военнопленных военной промышленности Германии и не проводил никакой разницы между ним и гражданской рабочей силой о нечеловеческих условиях в которых находились угнанные в рабство иностранные рабочие и военнопленные свидетельствуют многочисленные документальные доказательства сам подсудимый Заукель вынужден был признать что иностранные рабочие содержались в лагерях за колючей проволокой и были обязаны носить специальные опознавательные знакы вызванный в судебное заседание по ходатайству защитника Заукеля свидетель доктор Вильгель Эгер нарисовал страшную картину тех условий в которых находились подневольные рабочие на предприятиях фирмы Круп смехотворным после всего этого звучат показания другого свидетеля фрица Висхофера который желая выгородить Заукеля явно переусердствовал и сообщил трибуналу что он будто бы видел разгуливающих и веселящихся венском прапере иностранных рабочих подсудимый Заукель проявлял большую активность в совершении всех этих преступлений в апреле 43-го года в целях форсирования вывоза рабочей силы он лично посетил города Ровно Киев Днепропетровск Запорожье Симферополь Минск Ригу а в июне месяце того же года Прагу Краков снова Киев Запорожье и Мелитополь Именно в результате своей поездки на Украину в 43-м году Заукель объявил благодарность за успешную мобилизацию рабочей силы рейхскомиссару Украины Коху известному своими драконовскими бесчеловечными мерами которые он широко применял в отношении украинского населения и не случайно поэтому преступная деятельность Заукеля находила высокую оценку в гитлеровской Германии 6 августа 1942 года на совещании рейхскомиссаров оккупированных областей подсудимый Геринг заявил я не хочу хвалить Гаулейтера Заукеля в этом он не нуждается но тот что он сделал в этот короткий срок для того чтобы быстро собрать рабочих и доставить их на наши предприятия это является единственным в своем роде достижением я должен сказать всем господа если каждый в своей области приложил бы только десятую часть той энергии которую приложил Гаулейтер Заукель тогда действительно было бы легко выполним и задачи которые возложены на нас конец сетаты в статье опубликованной в Рейске Бейсбла за 1944 год посвященной 50-летию Заукеля говорится верный своей политической задачи он с непоколебимой последовательностью и упорством с фанатической верой идет по своему ответственному пути как один из наиболее верных сторонников Гитлера он черпает свои созидательные и духовные силы в доверии фюрера давая оценку преступной деятельности Заукеля высокие судьи несомненно учтут слезы пролитые миллионами томившихся в немецком рабстве людей тысячи замученных в нечеловеческих условиях рабочих лагерей учтут и воздадут ему должное подсудимый Артур Зайсинквар был назначен Гитлером в начале сентября 1939 года начальником гражданской администрации Южной Польши а с 12 октября того же года заместителем генерал-губернатора Польши на этом посту он находился по май 1940 года на протяжении семи месяцев Зайсинквар лично а также под руководством Франка и совместно с ним насаждал в Польше террористический режим принимал активное участие в разработке и осуществлении планов уничтожения многих тысяч людей экономического ограбления и порабощения народов польского государства 17 ноября 1939 года Зайсинквар выступил с речью перед начальниками управлений и отделов Варшавского губернаторства в которой между прочим указал что при осуществлении германской администрации в генерал-губернаторстве руководящий принцип должен быть интересы германской империи путем строгого и несгибаемого управления эта область должна быть использована германской экономикой а для того чтобы не проявлять излишнего милосердия следует помнить о том как польская раса узурфировала германскую территорию через два дня Зайсинквар по этому же вопросу инструктировал люблинского губернатора бригаденфюрера СС Шмидта он говорил ресурсы и жители этой страны должны служить Германии и процветать они могут только в этих пределах нельзя разрешить развитие независимого политического мышления может быть высла будет иметь еще большее значение для судеб Германии чем Рейн из отчета о служебной поездке Зайсинкварта устанавливается что губернатор Варшавы Фишер осведомил подсудимого о том что все ценности варшавских банков в золоте драгоценных металлах и векселях были переведены в Рейсбанк причем польское население было обязано оставлять свои вклады в банках был осведомлен что немецкая администрация применяет принудительный труд что Люблинский губернатор Шмидт заявил в присутствии Зайсинкварта Я обращаю внимание трибунала на то что именно в Люблине на Майданике гитлеровские палачи создали огромный комбинат смерти в котором они истребили около полутора миллионов человек известно также что Зайсинкварт в качестве заместителя Франка выполнял от его имени чрезвычайные задания Зайсинкварт 8 декабря 1939 года принял участие в конференции на которой шла речь о назначении Франка доверенным уполномоченным по четырехлетнему плану и задачах генерал-губернатора по получению для империи самого лучшего и полезного из хозяйства генерал-губернаторства о том что во вновь присоединенных областях 1 декабря прибыло много поездов с поляками и евреями и эти перевозки как указал обергруппенфюрер СС Крюгер будут продолжаться до середины декабря в обыздании дополнительного распоряжения согласно которому трудовая повинность распространяется на возраст от 14 до 18 лет 21 апреля 1940 года подсудимый принимал участие в совещании на котором были разработаны мероприятия по принудительному вывозу польских рабочих в Германию 16 мая 1940 года подсудимый принимал участие в разработке операции АБ которая являлась ничем иным как планом заранее вдуманного массового истребления польской интеллигенции в связи с назначением Зейсингварда имперским комиссаром Ниндерландов Франк и его достойный заместитель обменялись прощальными речами я весьма рад говорил Франк заверить вас что память о вашей работе генерал-губернаторстве сохранится навсегда при создании будущей мировой империи германской нации здесь ответил Зейсингвард я изучил многое и в первую очередь в области инициативы и твердого руководства в том виде в каком я их увидел в моем друге докторе Франке все мои мысли связаны с Востоком на Востоке мы имеем национал-социалистскую миссию на Западе мы имеем функцию какова была на Западе функция Зейсингварда как и прочих имперских министров и комиссаров во всех оккупированных немцами территориях известно это функции палача и грабителя мои коллеги подробно говорили о преступной роли Зейсингварда в зафате Австрии и осуществлении других агрессивных планов гитлеровских заговорщиков наглядно показали как Зейсингвард применил в Нидерландах кровавый опыт приобретенный им в сотрудничестве с Франком в Польше и это дает мне все основания полностью поддерживать в отношении Зейсингварда обвинение как оно сформулировано обвинительным актом подсудимый Франц фон Паппен еще в 1932 году будучи рейхсканцлером Германской республики активно способствовал развитию в стране фашистского движения Паппен отменил декрет своего предшественника Брюнинга по запрещении деятельности штурмовых отрядов СА им же было свергнуто социал-демократическое правительство Зеверингов Пруссии эти мероприятия в весьма значительной степени усилили положение фашистов и способствовали приходу их власть так Паппен расчистил путь Гитлеру обеспечив власть фашистам сам Паппен занял в кабинете Гитлера пост вице-канцлером на этом посту фон Паппен участвовал в принятии и проведении ряда законодательных актов направленных на укрепление немецкого фашизма и в дальнейшем в течение многих лет вплоть до разгрома гитлеровской Германии фон Паппен остался верен своему своим фашистским друзьям принимал посильное участие в осуществлении преступного заговора подсудимый фон Паппен пытается сейчас объяснить свою роль в развитии фашистского движения и в захвате власти Гитлером той политической ситуации в стране которая будто бы сделала приход Гитлера к власти неизбежным действительно мотивы которыми руководствовался фон Паппен выглядят иначе они состоят в том что он сам был убежденный преданный Гитлеру фашистам выступая во время выборной кампании в Рейхстаге в Эссене 2 ноября 33 года Паппен заявил с тех пор как судьба признала меня стать пионером национального пробуждения и возрождения нашей Родины я пытался поддерживать всеми усилиями работу национал-социалистского движения и его руководителя так же как стал канцлером я выступал за то чтобы проложить дорогу молодому воевому движению освобождения так же как 30 января я был избран милостивой судьбой для того чтобы передать власть в руки нашего канцлера и фюрера так и сегодня я должен сказать германскому народу и всем тем кто сохранил ко мне доверие милостивый бог благословил германию тем что в дни глубоких страданий дал ей такого руководителя с надежной интуицией государственного деятеля который поведет ее через все несчастья и слабости через все кризисы и опасности к счастливому будущему конец международный военный трибунал даст должную оценку преступной деятельности подсудимого фан папина который сыграл решающую роль в захвате гитлером власти широко использовал провокационные методы своей дипломатической деятельности всеми силами способствуя созданию темных сил фашизма которые ввергли мир кровопролитные войны и причинили неисчислимые бедствия архитектор альберт шпейр еще до запада власти нацистами был личным другом архитектурного чертежника гитлера и остался им до конца их сблизила и сравнила не только общность профессиональных интересов но и политических шпейр начал свою карьеру в 1932 году с реконструкции коричневого дома штаба НСДАП в Берлине а через 10 лет он возглавлял все военное строительство и военное производство фашистской Германии начав со строительства здания имперского портой тага шпейр закончил строительством атлантического вала шпейр занимал выдающееся место в государственном и военном механизме гитлеровской Германии и принимал самое непосредственное активное участие в планировании и осуществлении преступного заговора в чем заключается линия обороны шпейра на суде шпейр представляет дело таким образом что пост министра ему был навязан Гитлером он был близким другом Гитлера но о планах Гитлера ничего не знал он в течение 14 лет состоял членом фашистской партии но от политики был далек и даже не читал майн камп правда будучи изобличен шпейр признался что он солгал во время допроса на предварительном следствии шпейр лгал когда отрицал свою принадлежность к СА а затем и к СС в распоряжении суда имеется подлинное дело члена СС Альберта Шпейра который состоял в личном штате рейхсфюрера СС Гиммлера Шпейр занимал довольно высокий ранг фашистской партии он был в партийной канцелярии делегатом по всем техническим вопросам возглавлял главное управление техники НСДП руководил союзом германских техников национал социалистов был уполномоченным штаба ГЭСа руководителем одной из крупных организаций германского трудового фронта можно ли после этого серьезно принимать во внимание заявление Шпейра что он был аполитичным специалистом в действительности ближайший сотрудник Гитлера Гесса Лея и Геринга Шпейр руководил германской техникой не только в качестве имперского министра но и как фашистский политический руководитель став преемником Тотта Шпейр как он сам выразился в речи перед гаулейтерами беззаветно отдался разрешению военных задач путем безжалостной эксплуатации населения оккупированных областей и военнопленных союзных государств за счет здоровья и жизни сотен тысяч людей Шпейр увеличивал выпуск вооружения и боеприпасов для германских армий путем разграбления сырьевых и иных ресурсов оккупированных территорий Шпейр всячески усиливал военный потенциал гитлеровской германии его полномочия росли с каждым месяцем войны указом Гитлера от 2 сентября 43 года Шпейр стал уполномоченным и ответственным за снабжение сырьем за руководство и производство военной промышленности ему даже было поручено регулирование товарооборота а указ Гитлера от 24 августа 44 года фактически делал Шпейра диктатором над всеми германскими инстанциями как внутри самой Германии так и на оккупированных территориях деятельность которых в какой бы то ни было мере имела отношение к усилению военной мощи Германии и когда фашистские летчики бомбардировали мирные города и села убывая женщин стариков и детей когда немецкие артиллеристы обстреливали из тяжелых орудий Ленинград когда гитлеровские пираты топили госпитальные суда когда фау разрушали города Англопейра это по его и под его руководством было широко развернуто производство газов и других средств химической войны сам подсудимый при допросе его господином Джексоном на суде признал что три фабрики готовили продукцию для газовой войны и до ноября 44 года они работали на полном ходу Шпейр не только знал о применяемых заукелем методах при угоне в рабство населения оккупированных областей но и сам принимал участие вместе с заукелем на совещаниях у Гитлера и в управлении центрального планирования где принимались решения об угоне в Германию миллионов людей из оккупированных территорий Шпейр имел тесный контакт с Гиммлером он получал от Гиммлера заключенных для работы на военных заводах на многих заводах подведомственных Шпейеру были организованы филиалы концентрационных лагерей за услуги Гиммлера Шпейр в свою очередь представлял СС опытных специалистов и дополнительное военное снаряжение Шпейр очень много говорил здесь о том что он резко критиковал близкое окружение Гитлера и что у него якобы были очень серьезные разногласия с Гитлером что в своих письмах Гитлеру он указывал на бесцельность дальнейшего ведения войны когда представитель советского обвинения спросил Шпейра кого именно из близкого окружения он критиковал и в связи с чем была эта критика подсудимый ответил я вам этого не скажу совершенно очевидно что Шпейр не только не хотел но и не мог этого сказать по той простой причине что он никого из близкого окружения Гитлера не критиковал да и не мог критиковать так как он сам был убежденным фашистом и входил в это близкое окружение что касается так называемых серьезных разногласий так как признал Шпейр они начались после того как ему стало ясно что Германия проиграла войну письма Шпейра к Гитлеру датированы мартом 45-го года тогда-то Шпейр мог без особого риска обрисовать безнадежное положение Германии оно же было ясно для всех и не составляло предмет разногласий и не случайно что после этих писем Шпейр продолжал оставаться фаворитом Гитлера именно Шпейра Гитлер назначил 30 марта 45-го года руководить мероприятиями по тотальному разрушению индустриальных объектов обязав все партийные государственные и военные учреждения оказывать ему всемирную помощь таков истинный облик и истинная роль подсудимого Шпейра в преступлениях гитлеровской клики константину фон принадлежит выдающаяся роль в укреплении власти фашистских заговорщиков в подготовке и осуществлении их агрессивных план на протяжении многих лет каждый раз когда нужно было замести следы когда нужно было дипломатическими манипуляциями прикрыть агрессивные акты на подмогу гитлеровцам появлялся со своим многолетним опытом в области внешней политики нейрот фашистский дипломат в чине генерала эсэс я напомню официальную оценку деятельности нейрота которая была опубликована 2 февраля 43 года во всех газетах фашистской германии самым яркими самыми яркими политическими событиями после прихода к власти в которых барон фон нейрон как имперский министр иностранных дел играл решающую роль и с которым вечно будет связано его имя является уход с конференции по разоружению в Женеве 14 октября 33 года возвращение Саарской области провозглашение и денонсирование Локарнского договора в качестве имперского протектора в Богемии Моравии нейрот представлял для гитлеровских заговорщиков те твердые и надежные руки о которых писал в своем меморандуме генерал Фредеррице и которые должны были превратить Чехословацкую республику в неотъемлемую часть Германии для достижения этой цели нейрот насаждал пресловутый новый порядок сущность которого теперь всем известна нейрот пытался здесь уверить что все зверства творились полиции и гестапо по прямому приказу Гиммлера а он о них вовсе и не знал можно понять нейрот когда он это утверждает но согласиться с ним никак нельзя допрошенный 7 марта 46 года Карл Франк показал что нейрот регулярно заслушивал доклады командующего полицией безопасности и лично Франка о важнейших событиях протекторате имевших отношение к полиции безопасности что нейрот имел возможность и давал директивы государственной полиции безопасности а в отношении СД службы безопасности его права были еще шире и не зависели ни при каких обстоятельствах от согласия главного управления имперской безопасности я напомню также параграфы 11 13 и 14 приказа совета министров имперской обороны от 1 сентября 1939 года устанавливающие что рейсфюрер СС и начальник германской полиции проводят административные мероприятия в богемии и моравии сведомо имперского протектора и что органы германской полиции безопасности в протекторате обязаны осведомлять имперского протектора а также ему подчиненные учреждения и держат их в курсе важных событий если к этому еще добавить что подсудимый Нейр назначил 5 мая 1939 года своим политическим референтом СД фюрера и уполномоченного полиции безопасности если вспомнить оглашенные на суде показания бывшего при Нейроте президента Чехии Рихарда Бинерта в которых говорится что гестапо производило аресты по распоряжению имперского протектора разве могут быть сомнения в том что Нейрот санкционировал массовые аресты казни без суда и другие бесчеловечные акты совершенные гестапо и полиции Чехословакии я перехожу к событиям 17 ноября 1939 года когда 9 студентов были без суда расстреляны свыше тысячи студентов были брошены в концентрационные лагери и все чешские высшие учебные заведения были закрыты на 3 года Нейрот говорил что он узнал об этих террористических мероприятиях фастфактум но мы предъявили суду сообщение о расстреле и аресте студентов на котором значится подпись Нейрота Нейрот пытается найти другую лазейку он заявляет что Франк подписал сообщение его Нейрота именем а для убедительности Нейрот еще добавил что позднее он от одного чиновника узнал что Франк часто злоупотреблял его имени на документах правдоподобны ли эти заявления Нейрота достаточно бегло проанализировать факты чтобы ответить на этот вопрос отрицательно Нейрот говорит что Франк злоупотреблял его имени что же предпринял он может он потребовал отставки Франка или наказание его за подлог нет может он официально сообщил кому-либо об этом подлоге тоже нет напротив он продолжал сотрудничать с Франком как и прежде Нейрот говорит что он узнал о злоупотреблении Франка от одного чиновника кто же этот чиновник как его фамилия почему не было ходатайства о вызове его в суд или хотя бы полученные его письменные показания все дело в том что никто Нейроту не говорил о злоупотреблении Франка с подписью Нейрота на документах и не мог говорить так как самих злоупотреблений не было зато в распоряжении суда имеются доказательства подтверждающие что сообщение от 17 ноября 1939 года подписано Нейротон и террористические мероприятия о которых в этом сообщении говорится были санкционированы Нейротон я имею ввиду два показания Карла Франка непосредственно участника этих кровавых событий Карл Франк на допросе 26 ноября 1945 года показал этот документ был датирован 17 ноября 1939 года и подписан фон Нейротон который не протестовал ни против расстрела девяти студентов ни против числа студентов которые должны были быть отправлены в концентрационный лагерь я цитирую второе показание Карла Франка по этому вопросу от 7 марта 1946 года имперский протектор фон Нейрот своей подписью которую он поставил по официальным сообщениям доводившим до сведения о расстреле студентов утвердил эту акцию я точно проинформировал Нейрота о ходе расследования и он подписал сообщение если бы он не был согласен и потребовал бы изменения например смягчения на что он имел право то я должен был бы присоединиться к его мнению конец цитаты показали в августе 1939 года Нейрот издал так называемое предупреждение в связи с чрезвычайным положением в котором он объявил богемию и моравию составной частью великой германской империи и установил что ответственность за все акты саботажа несут не только отдельные лица но и все чешское население то есть установил принцип коллективной ответственности ввел систему заложничества если расценить 17 события 17 ноября 1939 года в свете этого распоряжения Нейрота мы найдем еще одно неправожимое доказательство против Нейрота начиная с 1 сентября 1939 года в Чехии и Моравии были арестованы как заложники около 8000 чехов большинство из которых были отправлены в концентрационные лагери многие были казнены или умерли от голода и питок вы господа судьи слышали по этому показанию Бинерта Кречи и Гавенка разве эти террористические действия против чешской интеллигенции не совершались на основе указанного выше так называемого предупреждения Нейрота мне нет необходимости излагать все то что произошло в Лидице а затем в селении Лизаки это широко известно разве там немецкие оккупанты не действовали исходя из предупреждения Нейрота и установленного им принципа ответственность несут не только отдельные лица но и все чешское население это Нейрот в августе 1939 года положил начало массовому террору против народов Чехословакии это на нем лежит кровь многих тысяч женщин и мужчин стариков и детей убитых и замученных и я не вижу разницы между бароном по Нейротам и другими главарями преступного фашистского режима Роль подсудимого Ганса Фритча в общем заговоре в военных преступлениях и преступлениях против человечности несомненно более значительно чем это может показаться на первый взгляд преступная деятельность Фритча ближайшего помощника Геббельса проводившаяся систематически изо дня в день являлась важнейшим звеном в общем преступном плане заговоре и самым активным образом способствовало созданию тех условий при которых зародились и культивировались многочисленные преступления гитлеровцев все попытки подсудимого Фритча и его защиты умолить его значение и роль в этих преступлениях явно провалились какая совершенно особая роль отводилась лживой пропаганде в гитлеровской Германии свидетельствует высказывание Гитлера в Майнкамп он писал вопрос о возрождении германского могущества гласит не так как мы сфабрикуем оружие а как мы произведем дух который сделает народ способным носить оружие если этот дух овладеет народом воля найдет тысячу путей из которых каждый приведет к оружию не случайно не случайно так же что на съезде фашистской партии в Нюрнберге в 36 году были провозглашены лозунги пропаганда помогла прийти нам к власти пропаганда поможет нам удержать власть пропаганда поможет нам завоевать весь мир подсудимый Фритча по своему положению несомненно был одним из наиболее видных пропагандистов и одним из наиболее информированных людей в гитлеровских Германии пользовавшийся особым доверием Геббельса как известно Фритча с 38 года по 42 год являлся руководителем важнейшего в министерстве пропаганды отдела немецкой прессы а с 42 года до разгрома гитлеровской Германии руководил немецким радиовещанием выросший на журналистском поприще в реакционной прессе Гугенберга и являясь членом фашистской партии с 33 года Фритча в качестве правительственного радиокомментатора своей личной пропагандой сыграл большую роль в распространении в Германии фашизма в политическом и моральном растлении немецкого народа об этом подробно сообщил в своих письменных показаниях свидетель бывший генерал-фельдмаршал германской армии Фердинанд Шерлер бывший вице-адмирал германского флота Ганс Фос представленные трибуналу под номером 3064 ПС СССР СССР флота 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 для осуществления этого заговора. Он активный участник всех гитлеровских преступлений и должен понести за них тягчайшую ответственность. Господа судьи, перед вами прошли все подсудимые, люди, лишенные чести и совести, вверхшие мир в бездну несчастья и страданий, причинившие огромные бедствия собственному народу. Вверх, политические авантюристы, не останавливавшиеся ни перед какими злодеяниями для достижения своих преступных целей, ни при планы лживыми идеями, палачи, убывшие миллионы невинных, они объединились в клику заговорщиков, захватили власть и превратили аппарат германского государства в орудие своих преступлений. Ныне наступил час расплаты. В течение девяти месяцев мы наблюдали бывших правителей фашистской Германии. Перед лицом суда на скамье подсудимых они притихли и присмирели. Некоторые из них даже осуждали Гитлера. Но они корят сейчас Гитлера не за провокацию войны, не за убийство народов и ограбление государства. Единственное, чего они не могут ему простить, это поражение. Вместе с Гитлером они были готовы истребить миллионы людей, поработить все передовое человечество для достижения преступных целей мирового господства. Но иначе судила история. Победа не пришла по следам злодеяний. Победили свободолюбивые народы. Победила правда. И мы горды тем, что суд международного военного трибунала это суд победившего правого дела миролюбивых народов. Защитники подсудимых говорили о гуманности. Мы знаем, что цивилизация и гуманность, демократия и гуманность, мир и гуманность нераздельны. Но борцы за цивилизацию, демократию и мир мы решительно отвергаем бесчеловечный гуманизм, внимательный к палачам и безразличный к их жертвам. Защитник Кальтербруннера тоже говорил здесь о человеколюбии. В сочетании с именем и делами Кальтербруннера слова о любви к человеку звучат кощунственно. Господин председатель, господа, моей речью заканчиваются выступления обвинителей. Выступая на этом суде от имени народов Союза Советских Социалистических Республик, я считаю полностью доказанным все обвинения, предъявленные подсудимым. И во имя подлинной любви к человечеству, которой исполнены народы, принесшие величайшие жертвы для спасения мира, свободы и культуры, во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, представших перед судом передового человечества, во имя счастья и мирного труда будущих поколений, я призываю суд вынести всем, без исключения подсудимым, высшую меру наказания, смертную казнь. Такой приговор будет встречен с удовлетворением всем передовым человечеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok